Важнейшее место в нашем организме занимает нервная система и особенно центральная нервная система. В состав центральной нервной системы, или сокращенно ЦНС, входит головной мозг и спинной мозг. Они появляются очень рано по ходу развития эмбриона, то есть уже на второй декаде существования будущего человека на поверхности эмбриона начинают возникать складки, которые в итоге формируют так называемую нервную трубку. Дальше эта нервная трубка растет, ее передний конец превращается в головной мозг, а задний конец становится спинным мозгом. По сути дела спинной мозг — это нервная трубка, которая росла-росла, выросла и достигла размера 40-45 см и выполняет в нашем организме очень важные функции, связанные с управлением нашим телом. Нервную систему во все века медики и биологи очень активно исследовали. Со времен Гиппократа и Галена сведения о строении головного мозга, спинного мозга накапливались, ученые и медики узнавали все больше и больше. Гален еще во второй веке нашей эры, работая с экспериментальными животными или с травмами гладиаторов, очень много всего узнал о функциях спинного мозга, передних корешков, задних корешков, повреждениях спинного мозга на разных уровнях. Сейчас спинной мозг изучается на клеточном уровне и оценивается, какие функции выполняют те или иные группы нервных клеток. Спинной мозг действительно представляет из себя нервную трубку, и эта нервная трубка идет от нашей головы вниз до самых поясничных позвонков, и если мы пойдем вдоль спинного мозга, то мы увидим, что он делится на сегменты. Этих сегментов 31 штука, то есть 31 уровень спинного мозга. Деление спинного мозга на эти сегменты соответствует примерно позвонкам и выделяют 8 шейных сегментов, 12 крудных сегментов, 5 поясничных и самый нижний отдел крестцово-копчиковый, там еще 6 сегментов. То есть всего 31 уровень спинного мозга. В соответствии с этим делением спинного мозга наше тело от шеи до копчика тоже делится на 31 этаж. Мы по существу поделены на такие горизонтальные области и каждым этажом нашего тела управляет свой сегмент спинного мозга. То есть спинной мозг для наших мышц, для кожи или для внутренних органов — это командир, который подает те или иные команды, а также каждый этаж тела отчитывается перед спинным мозгом по своем состоянии, посылает сенсорные сигналы. Получается, что шейные сегменты спинного мозга управляют шеей и нашими руками. Грудные сегменты управляют туловищем, то есть грудной клеткой и брюшной полостью. Поясничные сегменты — это ноги, а крестцово-копчиковый отдел — это область таза, в том числе те внутренние органы, которые в тазовой полости находятся, то есть нижняя часть кишечника, выделительная система, половая система. То есть все очень строго структурировано, и каждый сегмент спинного мозга общается со своим этажем тела с помощью спинномозговых нервов. То есть из каждого сегмента направо-налево выходит пара спинномозговых нервов, которая идет к своему этажу тела. Выход этих самых спинномозговых нервов идет в промежутке между позвонками. То есть получается достаточно сложная система, когда вот так расположены позвонки один над другим, там внутри костных структур проходит спинной мозг, и между позвонками выходят эти самые спинномозговые нервы. Поэтому понятно, что любой, например, сдвиг позвонков — это довольно опасная штука, потому что существует всегда риск, что позвонок, скажем, придавит волокна спинномозговых нервов, и тогда у человека как-то нарушится взаимодействие сегмента спинного мозга с этажом тела. Например, пойдут не так сенсорные сигналы или пойдут не так двигательные или вегетативные команды. Например, наши грудные сегменты управляют, в числе прочего, еще и состоянием желудка. Вдруг, например, сдвигаются позвонки и уже какой-то не такой сигнал идет на желудок, выделяется слишком много желудочного сока, и вот уже гастрит, язва, и медики начинают лечить от этого самого гастрита и язвы, а причина оказывается в спине. То есть сдвинулись позвонки и нарушилось взаимодействие между этажом тела и спинным мозгом. Когда говорят, что половина болезни от спины — это не такое большое преувеличение, очень важно следить за состоянием нашего позвоночника, иначе может что-то нарушиться на уровне нервной регуляции. А позвоночник — это наше слабое место, поскольку на задние лапы человек стал не так давно, и эволюция еще не сумела идеально адаптировать наш позвоночник в этой постоянной вертикальной нагрузке. Если мы поглубже посмотрим на спинной мозг, разрежем его и поглядим, что там внутри, мы увидим, что там расположена очень характерная картинка, так называемая бабочка серого вещества. То есть в поперечном срезе спинной мозг — это овальная структура, почти круглая, и периферическую часть среза занимает белое вещество спинного мозга, а центральную часть — так называемое серое вещество спинного мозга. Это серое вещество имеет вид бабочки, и у бабочки три крыла. Эти крылья называются рога серого вещества спинного мозга. Один рог направлен вперед, один в бок — боковой рог, и один назад — задний рог, или, как говорят анатомы, дорзальный. То есть задний — дорзальный, боковой — латеральный, передний — вентральный. Серое вещество спинного мозга — это нервные клетки и их дендриты, то есть та зона, которая воспринимает информацию и обрабатывает информацию. То есть думаем мы именно серым веществом. Передние, боковые и задние рога серого вещества спинного мозга обрабатывают разные информационные потоки. Это разделение по функциям рогов спинного мозга очень характерно и соответствует трем главным задачам, которые спинной мозг выполняет. Это анализ сенсорных сигналов, управление внутренними органами, или это называется еще вегетативная функция, и управление мышцами, или это называется двигательная функция. Разные рога спинного мозга занимаются, каждый рог своей задачей. Плюс в самом центре спинного мозга, в окружении этих самых рогов, находится промежуточное ядро серого вещества, которое собирает все эти информационные потоки и принимает решение о запуске тех или иных реакций. Каждый сегмент спинного мозга работает со своим этажом тела и соединяется с этим этажом с помощью нервов. Дальше внутри этих нервов мы обнаруживаем сенсорные волокна, то есть волокна, которые собирают информацию от этажа тела. В основном три типа информации поступает от этажа тела — это информация болевая, кожная и мышечная. Каждый этаж тела отчитывается перед спинным мозгом о своем состоянии. Боль — это информация о повреждении, когда повреждаются клетки и ткани. Кожная чувствительность — это прикосновения, тепло, холод, вибрация. Мышечная чувствительность — это отдельная сенсорная система, когда идет отчет о состоянии сухожилий, растяжении мышц, информация о том, насколько повернуты суставы. Для того, чтобы считывать эту информацию, существуют особые сенсорные нейроны, которые расположены даже не в спинном мозге, а на входе в спинной мозг. Если мы обратимся к позвоночнику и к окрестностям спинного мозга, мы увидим, что рядом со спинным мозгом, но уже внутри костных структур позвоночника, есть скопление нервных клеток, которые называются спинномозговые ганглии. Этих спинномозговых ганглиев 31 пара, то есть число ганглиев соответствует числу сегментов. В спинномозговом ганглии находятся нервные клетки, имеющие очень особенное строение, называются псевдоуниполярные нейроны. У них один отросток, который дальше ветвится и дает один длинный дендрит и один аксон. Дендрит идет к этажу тела и там считывает информацию, а аксон входит в задний рог серого вещества спинного мозга и передает сигналы на те клетки, которые дальше будут обрабатывать сенсорные сигналы. Все начинается с некого рецептора, который расположен в большом пальце. После укола иголкой возникает небольшое повреждение тканей, возникает электрический импульс и он убегает в спинномозговой ганглии, а потом достигает заднего рога серого вещества спинного мозга. В заднем роге находятся нервные клетки, которые обеспечивают первичную обработку сенсорных сигналов. В основном задача этих нейронов — не пропустить слабые сигналы, но еще не пропускаются постоянно действующие сигналы. Интересно то, что меняется. Если сигнал длится, длится и длится, это уже не так важно. Такую информацию можно задерживать. Кстати, к болевой информации это не очень относится. Болевые сигналы, к ним привыкание довольно слабое, а вот, например, кожная чувствительность — здесь привыкание довольно очевидно. Все мы знаем, что сам момент прикосновения к пальцу ощущается хорошо, но если сохранять давление, то ощущение слабеет. Это подавление постоянно действующего сигнала происходит именно в задних рогах серого вещества. Если сигнал оказался достаточно сильным и новым, он проходит уже в промежуточное ядро серого вещества спинного мозга. Здесь находятся нервные клетки, которые решают, быть реакцией или не быть. То есть достаточно ли сильная боль или значимое прикосновение. Эти нейроны, которые в промежуточном ядре серого вещества, помимо сенсорных сигналов получают информацию из головного мозга, потому что головной мозг может иметь свое мнение о том, будет реакция запускаться или не будет. Скажем, очень горячо и ваша рука сообщает о том, что больно. С точки зрения безопасности нужно отбросить этот горячий предмет и не иметь с ним дальше никакого дела. Например, может оказаться, что этот горячий предмет что-то ценное — горячая чашка с чаем, которую вам вручили, и дальше вы должны донести ее до стола. Тогда возникает коллизия, то есть сенсорные волокна кричат «больно, больно, нужно бросать», а головной мозг говорит «надо терпеть, иначе чашку разобьешь, останешься без завтрака». Эти два сигнала сходятся на промежуточных нейронах, промежуточного ядра серого вещества спинного мозга. Эти нейроны либо запускают реакцию, либо ее блокируют. Если реакция все-таки запускается, дальше сигнал уходит на боковые рога и на передние рога. Передние рога серого вещества спинного мозга — это зона, где находятся мотонейроны. Это нейроны, которые в качестве медиатора используют ацетилхолин, и их отростки идут к мышцам и запускают мышечные сокращения. Каждая наша мышца получает аксоны мотонейронов, и когда выделяется ацетилхолин в нервно-мышечных синапсах идут сокращения, мы совершаем какие-то движения. В боковых рогах серого вещества спинного мозга находятся вегетативные нейроны, и эти вегетативные нейроны управляются нашими внутренними органами. Причем вегетативная нервная система делится на два блока — симпатическая и парасимпатическая. Так вот, боковые рога грудных сегментов с небольшим заходом в шейные сегменты и в поясничные сегменты — это нейроны симпатической нервной системы. А зона, соответствующая боковым рогам в крестцовых сегментах — это нейроны, которые относятся к парасимпатической нервной системе, и часто на одних и тех же внутренних органах сходятся симпатические и парасимпатические волокна, конкурируют друг с другом, и происходит реакция внутреннего органа. Одна из самых тяжелых травм, которые может случиться с человеком, это повреждение спинного мозга. В основном это возникает тогда, когда резко сдвигаются позвонки и происходит либо частичный, либо полный разрыв спинного мозга. По статистике чаще всего это происходит тогда, когда случается автокатастрофа, а вторая очень опасная ситуация — это ситуация, когда люди ныряют головой вперед в незнакомом месте. Если повреждается спинной мозг, то те сегменты, которые оказались ниже места разрыва, перестают получать команды от головного мозга и перестают передавать информацию в головной мозг. Возникает паралич и нарушение чувствительности. Это очень сложная ситуация, и люди должны специально адаптироваться к этой ситуации и привыкать к жизни, например, на инвалидной коляске. Но современная медицина позволяет очень мощно и серьезно реабилитировать таких больных и возвращает их к полноценной жизни. Когда наступает второй месяц эмбрионального развития, нервная трубка в своей передней части начинает давать такие вздутия, они называются мозговые пузыри, и эти мозговые пузыри постепенно формируют наш головной мозг. Поначалу там три мозговых пузыря, их называют первичный задний мозг, первичный средний мозг и первичный передний мозг. Дальше начинается более тонкое разделение этих пузырей на части, и первый задний мозг делится на целых три структуры — продолговатый мозг, мост и мозжечок. Продолговатый мозг и мост — это зоны, которые выстроены по центральной части нашего головного мозга, и они образуют то, что называется ствол. Стволовые структуры являются непосредственным продолжением спинного мозга. То есть вот эта самая нервная трубка становится более широкой, толстой, и возникает продолговатый мозг — мост. Еще к стволовым структурам относится средний мозг, иногда к ним даже относится промежуточный мозг — то есть те непарные конструкции, из которых во многом складывается наша центральная нервная система. Помимо стволовых структур в состав головного мозга входят парные конструкции — это большие полушария и мозжечок. Но поскольку мозжечок состоит из двух полушарий, прежде всего, анатомы противопоставляют несколько. Ствол и на этом стволе две кроны — большие полушария мозжечка. Придолговатый мозг и мост — это зоны, которые ближе всего к спинному мозгу, и это означает, что они занимаются самыми древними и самыми базовыми функциями нашей нервной системы. Поэтому если так коротко характеризовать то, что они делают, можно сказать, что они занимаются жизненно важными функциями, то есть функциями, без которых вообще невозможно существовать и организм почти сразу погибает. Конечно, самая жизненно важная функция — это дыхательная функция. Именно в продолговатом мозге и мосту находится наш дыхательный центр, а еще здесь находятся центры управления сердцем, тонусом сосудов, центры сна и бодрствования и ряд других очень важных скоплений нервных клеток. Если мы начинаем рассматривать на анатомическом уровне продолговатый мозг и мост, то мы видим, что то, что было в спинном мозге, постепенно превращается в стволовые структуры. Например, передние, боковые и задние рога серого вещества спинного мозга превращаются в то, что называется ядра черепных нервов, а промежуточное ядро, которое было в спинном мозге, превращается в ретикулярную формацию, то есть центральную интегративную зону продолговатого мозга и моста, которая просчитывает разные потоки сигналов и принимает решение о запуске тех или иных реакций. Сначала несколько слов о черепных нервах. Спинной мозг соединяется с нашим телом через 31 пару спинномозговых нервов, а головной мозг соединяется с нашим телом через 12 пар черепных нервов. Все эти 12 пар очень индивидуальны. Спинномозговые нервы довольно стереотипны, их просто обозначают номерами от первого до 31-го, а в головном мозге каждый нерв имеет свой характер, свое лицо, свои функции и заслуживает не только номер, но и собственное название. Продолговатый мозг и мост наиболее богаты ядрами черепных нервов, то есть от пятого до двенадцатого черепных нервов они начинаются именно в структурах продолговатого мозга и моста. Первая пара черепных нервов связана с большими полушариями, вторая пара связана с промежуточным мозгом, третья и четвертая пары — это пары среднего мозга, а вот нервы с пятого по двенадцатый, вот эти пары — это нервы продолговатого мозга и моста. С мостом связаны пятый, шестой, седьмой, восьмой нервы, а девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый — это уже нервы, которые выходят из продолговатого мозга. Тройничный нерв, пятый нерв, называется так потому, что складывается, собирается из трех веточек. Одна веточка идет от лобной зоны, вторая — от зоны верхней челюсти и третья — от зоны нижней челюсти. С тройничным нервом связана кожная, болевая и мышечная чувствительность головы. Например, когда у нас болят зубы — это тройничный нерв. Дальше шестой нерв — это нерв отводящий, он входит в состав глазодвигательной системы, и эта система базируется в основном в среднем мозге, и мы до нее еще доберемся. Седьмой нерв — лицевой. Называется так потому, что его основной функцией является управление мимическими мышцами. То есть мышцы лба, щеки, губы — это все лицевой нерв. Кроме того, лицевой нерв еще управляет частью слюных желез. Он управляет слезными железами, то есть мы плачем тогда, когда активируются волокна лицевого нерва. С лицевым нервом связана вкусовая чувствительность от передней части языка, то есть он очень богат своими функциями. Восьмой нерв называется вестибулослуховой. Он входит в стволовые структуры на границе продолговатого мозга и моста и идет от нашего внутреннего уха. Само название вестибулослуховой говорит о том, что часть волокон проводит информацию от органа равновесия, а часть от органа слуха, то есть от нашей улитки. Девятый нерв называется языкоглоточный. Название каждого нерва подсказывает, что нерв делает. Языкоглоточный — здесь разделение функций примерно такое. Первый корень, язык — это вкусовая чувствительность, то есть языкоглоточный нерв вместе с лицевым обеспечивает вкусовую чувствительность, и к языкоглоточному нерву относится задняя часть языка. Глоточный — это говорит о том, что он участвует в глотании и управляет мышцами глотки, то есть начальной частью нашего пищеварительного тракта. Это, конечно, тоже очень важная функция и она должна работать прямо сразу. Ребенок родился на свет, он уже должен реализовать все эти глотательные рефлексы. Кроме того, языкоглоточный нерв управляет частью слюнных желез, то есть, опять-таки, работает вместе с лицевым нервом. Вообще, два этих нерва образуют тандем и многие функции реализуют совместно. Десятый нерв называется блуждающий. Вообще, у каждого нерва есть латинские названия. Латинское название блуждающего нерва особенно известно — vagus, поэтому часто пишут «вагусные влияния». Блуждающий нерв является самым главным парасимпатическим нервом нашего организма и связан с управлением органами грудной полости и брюшной полости. Большинство наших внутренних органов одновременно испытывают и симпатические влияния, и парасимпатические. Львиная доля парасимпатических влияний — это именно блуждающий нерв. Парасимпатика в основном гнездится в головном мозге, в области продолговатого мозга и моста. В отличие от симпатических нейронов, которые в основном находятся в спинном мозге, в боковых рогах грудных сегментов. Блуждающий нерв потому называется блуждающим, что в свое время, когда анатомы его описывали, они были поражены, насколько широко он ветвится по нашему телу, потому что он спускается по пищеводу, дальше проходит через грудную полость и ветвится, давая свои волокна к бронхам, к сердцу, потом проходит через специальное отверстие в диафрагме вместе с пищеводом, идет по стенке желудка и дальше очень широко ветвится в брюшной полости. Это огромный нерв, который управляет многими нашими функциями. Но кроме того, что он парасимпатический, там есть еще и двигательные волокна, и сенсорные волокна. Сенсорные волокна нужны для того, чтобы считывать информацию от внутренних органов. Например, степень растяжения того же кишечника или степень растяжения желудка. Двигательные волокна, которые входят в состав блуждающего нерва, связаны с гортанью, то есть с управлением голосовыми связками. Получается, что говорим мы во многом за счет работы блуждающего нерва. Остались простые нервы, одиннадцатый и двенадцатый. Одиннадцатый нерв называется добавочным, двенадцатый — подъязычным. Оба эти нервы чисто двигательные, то есть они управляют мышцами. При этом добавочный нерв — это нерв, который управляет движениями головы. Есть такая мышца, она называется грудинно-ключично-сосцевидная, она обеспечивает повороты головы. Соответственно, это функция добавочного нерва. Еще он управляет частью волокон трапециевидной мышцы. Это когда мы пожимаем плечами, эта мышца — это тоже зона управления одиннадцатого нерва. И, наконец, двенадцатый нерв подъязычный — это мышцы языка. То есть движение языка, двенадцатый нерв. Обратите внимание, как сложно управляется именно язык, то есть в языке сходятся волокна двенадцатого нерва, седьмого нерва, девятого нерва — вкусовая чувствительность, а еще пятого нерва — тройничного, то есть, например, прикосновение к языку и температура пищи — это функция тройничного нерва. Помимо ядер черепных нервов в продолговатом мозге и мосту огромное место занимает ретикулярная формация. Именно здесь находятся нервные клетки, которые собирают вместе сенсорные сигналы, запускают реакции, учитывают влияние высших отделов, коры больших полушарий, гипоталамуса. Важнейшее место здесь занимает дыхательный центр. Каждый наш вдох, каждый выдох запускается из продолговатого мозга и моста. Здесь находятся нервные клетки, так называемые водители дыхательного ритма или пейсмекеры дыхательные. Эти пейсмекеры, водители ритма, у спящего человека примерно один раз в пять секунд выдают электрические импульсы, и эти импульсы запускают вдох. При этом, чтобы пошел вдох, сигнал должен сначала уйти в спинной мозг, потом быть передан на межреберные мышцы и на диафрагму. Начинается вдох, легкие растягиваются, появляется информация о том, что они действительно растянулись и объем грудной клетки увеличился. Именно эта информация останавливает вдох и запускает выдох. Мы вдохнули, выдохнули, пауза, потом опять работает пейсмекер, новый вдох, новый выдох. Эта система обладает автоматией, не нужно произвольное управление, Мы не должны каждый раз думать, что уже пора вдохнуть. Хотя, поскольку это движение, то возможность произвольного контроля существует, и мы можем изменить ритм своего дыхания. Это очень важно для того, чтобы говорить, потому что наша речь в основном идет на выдохе, и тонкая работа с дыхательными центрами — это очень важная функция. Дыхательный центр должен учитывать массу дополнительных сигналов, например, концентрацию кислорода и углекислого газа в крови или температуру тела. Когда концентрация углекислого газа растет, а кислород понижается, то пейсмекеры начинают работать чаще, дыхание становится чаще. Рядом с дыхательным центром находится сосудодвигательный центр, который управляет работой сердца и управляет тонусом кровеносных сосудов. Когда углекислого газа в крови становится больше, а кислорода меньше, наше сердце начинает биться чаще. Эти две функции — управление дыханием и управление сердцем — сопряжены, потому что наиболее актуальны они тогда, когда была физическая нагрузка, и нужно срочно загонять в организм дополнительный кислород и убирать накопившийся углекислый газ. Кроме того, здесь расположены центры врожденного пищевого поведения. Продолговатый мозг и мост сопрягают вкусовые сигналы и дальше сигналы, связанные с сосанием, глотанием, выделением слюны, выделением желудочного сока. То есть врожденные пищевые рефлексы ужасно важны, они должны работать прямо сразу. Младенец появился на свет, и у него уже эти рефлекторные дуги функционируют, иначе как он будет питаться и получать энергию и строительные материалы для того, чтобы рос его организм. Для ретикулярной формации моста характерно наличие так называемых центров бодрствования. Здесь находятся нервные клетки, аксоны которых очень широко ветвятся по центральной нервной системе и задают ее тонус. Для ретикулярных ядер продолговатого мозга характерно наличие центров сна. Кроме ядер черепных нервов и ретикулярной формации, в продолговатом мозге и мосту есть еще ядра, которые выполняют совсем отдельные функции. Например, голубое пятно — зона, которая находится в передней и верхней части моста, здесь расположены нейроны, которые вырабатывают в качестве медиатора норадреналин. Норадреналин обеспечивает то, что называется психическое сопровождение стресса, повышение уровня бодрствования, изменение обучения, изменение болевой чувствительности. Это очень важная функция, в том числе связанная с обучением. Когда мы учимся на фоне стресса, это тоже реакции голубого пятна. Есть и другие центры, например, нижняя олива, которая работает вместе с мозжечком и участвует в двигательном обучении. Или есть ядра или бугорки тонкого и клиновидного пучков, которые участвуют в передаче кожной и мышечной чувствительности от спинного мозга дальше в таламус и большие полушария. В связи с тем, что практически все нейроны продолговатого мозга и моста имеют врожденно заданные функции, любое повреждение в этой зоне очень опасно и практически не компенсируется. Но, к счастью, эволюция очень хорошо отладила эти зоны и они работают очень надежно, во-вторых, продолговатый мозг и мост все-таки спрятаны в самую глубину нашей головы, и их повреждение происходит очень редко. Но если оно происходит, тогда нарушаются многие важнейшие функции нашего организма или вообще мозг впадает в так называемое коматозное состояние. Средний мозг — это самый маленький по размеру отдел головного мозга. То есть он такой скромный, но очень важный. Вообще в головном мозге нет неважных отделов. Если смотреть на размер продолговатого мозга и моста, то каждый из них где-то по три сантиметра, а вот средний мозг — это всего два сантиметра, и средний мозг находится между мостом и промежуточным мозгом и относится к стволовым структурам. Если смотреть на макроанатомию среднего мозга, мы видим, что его верхняя часть называется крыша. Это четыре холмика, которые выступают на поверхности среднего мозга, выделяют верхнюю пару холмиков или переднюю и нижнюю пару или заднюю, а в целом это все называют четверо холми. Нижняя часть среднего мозга называется ножки мозга. Внутри ножек выделяют покрышку, основание. Границей между четверо холми и ножками мозга является узкий тонкий канал, который проходит через средний мозг, и он называется мозговой водопровод или сильвиев водопровод еще в XVII веке, когда анатомы стали всерьез разбираться с мозгом. Тогда эта структура была описана, и сильвиев водопровод соединяет две большие полости внутри нашего головного мозга, так называемый третий желудочек и четвертый желудочек. Когда у эмбриона формируется нервная трубка, внутри трубки остается узкий канал. В спинном мозге он дает спинномозговой канал, а в головном мозге он местами расширяется, и возникает система желудочков. Четвертый желудочек находится под мозжечком, и его нижней границей является верхняя сторона продолговатого мозга и моста, так называемая ромбовидная ямка. Дальше этот четвертый желудочек сужается, и канал ныряет внутрь среднего мозга и превращается в мозговой водопровод, а уже в промежуточном мозге мозговой водопровод опять расширяется и дает узкий щелевидный третий желудочек. Холмики-четверохолмия — это сенсорные центры среднего мозга. Сначала в эволюции появляется передняя пара холмиков, и это нейроны, которые обрабатывают зрительные сигналы. У каких-нибудь рыб это вообще самые главные зрительные центры, а у нас они выполняют достаточно вспомогательную функцию, и в передних верхних холмиках четверохолмия находятся клетки, которые реагируют на новые зрительные сигналы. То есть четверохолмию, строго говоря, почти все равно, что мы конкретно видим, главное, что что-то изменилось. Изменение — это, прежде всего, движение объекта в поле зрения. Тогда в четверохолмии срабатывают нейроны, они называются детекторы новизны, и запускается очень характерная реакция поворота глаз в сторону нового сигнала. А если нужно, поворачивается и голова, и даже все тело. По сути дела, работа четверохолмия — это любопытство на самом его древнем уровне, это стремление мозга собрать новую информацию, и, скажем, еще Иван Петрович Павлов эту реакцию назвал ориентировочным рефлексом. Ориентировочный рефлекс — это один из самых сложных врожденных рефлексов нашего организма, но он точно также врожденно задан, как глотательный рефлекс или рефлекс отдергивания руки от источника боли. Нижние четверохолмия появляются в эволюции значительно позже и относятся к слуховым центрам. Обработка слухового сигнала начинается на уровне продолговатого мозга и моста, там, где находятся ядра восьмого нерва, а дальше информация передается в нижние холмики и четверохолмия, и они выполняют примерно ту же самую задачу, что и верхние холмики, то есть реагируют на новые, но теперь уже слуховые сигналы. Если появился новый звук или если источник звука стал смещаться, или изменилась, например, тональность, то тогда тоже запускается ориентировочный рефлекс, и мы смотрим, а где там что-то зашуршало, что-то изменилось, потому что все это колоссально значимо. С работой четверохолмия очень мощно связаны глазодвигательные центры, то есть внутри среднего мозга находятся мотонейроны, которые как раз управляют движениями глаз. Надо сказать, что движения глаз — это вообще самые тонкие движения, которые выполняет наш организм. То есть мы, конечно, знаем, что у нас очень тонко двигаются пальцы или там очень тонкими являются движения языка, мимика, но самые точные движения оказывается выполняют наши глазодвигательные мышцы, которые вращают глаз в костной орбите и, соответственно, настраивают наше зрение на анализ того или иного зрительного объекта. С каждым глазом связано целых шесть глазодвигательных мышц и они управляются тремя черепно-мозговыми нервами — шестым, четвертым и третьим. Шестой нерв называется отводящий, и его ядра находятся в области моста, в верхней части моста под такими особыми выступами, которые называются лицевые холмики. А вот четвертый нерв и третий — это нервы среднего мозга. Четвертый нерв называется блоковым, а третий — глазодвигательным. Ну и глазодвигательный нерв в этой системе самый главный, он самый крупный, и четыре из шести глазодвигательных мышц управляются именно третьим нервом, а на долю блокового нерва и отводящего приходится всего по одной глазодвигательной мышце. Волокна глазодвигательного нерва выходят на нижней стороне среднего мозга и, соответственно, направляются к глазу, и там внутри третьего нерва находятся не только двигательные аксоны, то есть аксоны мотонейронов, там находятся еще и вегетативные аксоны, парасимпатические аксоны, которые управляют диаметром зрачка и формой хрусталика. То есть наш глаз — это достаточно сложная конструкция, и там не только движение, но и важно навести на резкость, важно подстроить освещенность внутри глаза, чтобы на сетчатку попадало правильное количество света. По сути дела можно это сравнить с фотоаппаратом, когда меняется диафрагма, наводится изображение на резкость. Все эти реакции реализует третий глазодвигательный нерв. Соответственно, реакция наведения на резкость, или это еще называется аккомандация, реализуется за счет работы так называемой ресничной мышцы. Сразу за зрачком у нас находится внутри глаза совершенно потрясающая конструкция под названием хрусталик. Хрусталик — это эластичная прозрачная линза, состоящая из живых клеток. Создавая хрусталик, эволюция совершила подвиг. Она создала, сделала прозрачную конструкцию из живых клеток, которая дальше работает у нас несколько десятилетий, при этом еще меняет форму. Чтобы хрусталик менял форму, вокруг находится мышца, которая как раз управляется глазодвигательным нервом. Когда эта мышца расслаблена, хрусталик относительно плоский, и мы четко видим дальние объекты. Смотрим вдаль. При напряжении этой кольцевой мышцы, она называется ресничная мышца, хрусталик становится более выпуклым, и мы четче видим объекты, которые расположены вблизи. Отсюда понятный вывод, что когда мы работаем с близкими объектами, наш глаз быстрее утомляется. Поэтому общий совет, если вдруг вы слишком долго сидели за компьютером или читали книгу и глаза устали, нужно посмотреть вдаль. Подойти к окну, найти горизонт и полюбоваться заходящим солнцем. Это поможет вашей ресничной мышце и вашему среднему мозгу отдохнуть. В случае зрачка очень важным является изменение диаметра. Это меняет количество света, попадающего на сетчатку, и за счет изменения диаметра зрачка примерно в 20 раз меняется поток световой энергии, который попадает внутрь глаза. При этом глазодвигательный нерв, парасимпатическая система отвечает за сужение зрачка, а расширение зрачка — это уже функция симпатической системы, и сигналы на расширение зрачка поступают из спинного мозга, из боковых рогов серого вещества спинного мозга. Там находятся симпатические нейроны, которые через симпатические ганглии доводят информацию до зрачка. Диаметр зрачка, помимо того, что он регулирует количество света, попадающего в глаз, этот диаметр зрачка является еще показателем уровня эмоций человека. Как известно, когда наступает стресс, то зрачки расширяются. Есть поговорка «У страха глаза велики», она как раз вот об этом. Соответственно, изменения диаметра зрачка используются, например, для детекции лжи. Классические детекторы лжи, которые всем знакомы, в основном основаны на измерении частоты сердечных сокращений и измерений потоотделения. Это симпатические реакции, которые связаны с высокими эмоциями. Работа потовых желез управляется симпатикой. Капельки пота имеют слегка отрицательный заряд, это можно зарегистрировать, если поставить датчики. В этом случае понятно, что у вас происходит детекция лжи. Есть испытуемый, есть экспериментатор. Человек знает, что у него измеряются некие параметры и оцениваются его эмоции. Если детектируется диаметр зрачка, то человек может даже не догадываться о том, что он проходит детекцию лжи. Современные компьютерные программы просто с помощью анализа видеоизображения позволяют оценить эмоции вашего собеседника, понять, насколько ваш вопрос вызвал повышение уровня стресса и получить массу дополнительной информации. Точно так же очень серьезно современная физиология и медицина анализируют движение глаз, потому что то, в какой последовательности мы рассматриваем объекты, на что мы смотрим в первую очередь, на что во вторую, на сколько долго мы концентрируемся на той или иной картинке, это тоже очень важная информация, в том числе информация, которая позволяет оценить процессы бессознательной переработки сигналов в мозге. Существуют технологии, которые называются «ай-трекингом». Эти технологии позволяют оценить, в какой последовательности и как долго рассматривается та или иная картинка. Например, это важно в случае, когда оценивается информативность компьютерного сайта. Вы сделали страницу и считаете, что эта страница привлечет всех пользователей, все будут это читать, рассматривать. Можно объективно оценить, насколько привлекательна страница для пользователей. Если посмотреть с помощью «ай-трекера», как человек анализирует ту или иную картинку, можно увидеть, что пользователь читает на вашей странице только верхние строчки. Например, вы повесили в углу яркую картинку, и в основном он на эту картинку и глядит, а текст вообще не читает. Поэтому изучение движений глаз дает массу интересной информации, в том числе для оценки рекламной продукции, для анализа принципов обработки зрительной информации в нашем мозге. Если мы пойдем ниже, под четверохолме, то дальше мы встретим область, которая называется центральное серое вещество среднего мозга. Эта область окружает мозговой водопровод и является, по сути дела, продолжением ретикулярной формации продолговатого мозга и моста в среднем мозге. Центральное серое вещество выполняет сложные интегративные функции, соединяет сенсорные потоки и какие-то реакции. В основном реакции, связанные с управлением общим уровнем бодрствования или с регуляцией болевой чувствительности. То есть центральное серое вещество способно оказывать анальгетическое действие, то есть подтормаживать болевые потоки. Кроме того, центральное серое вещество среднего мозга является одним из важнейших центров сна. Помогает этой структуре так называемое межножковое ядро среднего мозга, которое находится в самой нижней его части. Эти зоны являются продолжением ретикулярной формации в среднем мозге. Если мы пойдем еще ниже, под центральное серое вещество, мы встретим два очень важных двигательных центра — красное ядро среднего мозга и черная субстанция. Красное ядро среднего мозга называется так потому, что там действительно несколько розоватая окраска, довольно много капилляров, и это ядро эллипсоидное и занимает практически всю длину среднего мозга. В красном ядре выделяют переднюю мелкоклеточную часть и заднюю крупноклеточную. Передняя мелкоклеточная часть эволюционно более новая и связана с мозжечком процессами двигательного обучения, а задняя крупноклеточная — это один из древних двигательных центров, отсюда начинается так называемый руброспинальный тракт, который опускается в спинной мозг и усиливает сгибательные движения, например, когда мы идем или бежим, то есть тогда, когда реализуем такие реакции, связанные с повторным сгибанием и разгибанием конечностей. Черная субстанция — наиболее знаменитая структура среднего мозга. Здесь находятся дофаминовые нейроны, которые дальше направляют свои аксоны вверх в большие полушария, и от выделения дофамина из этих аксонов зависит уровень нашей двигательной активности, зависит положительные эмоции, которые мы испытываем в ходе движений. Если черная субстанция повреждается, то тогда возникает заболевание, которое называется паркинсонизм. К сожалению, черная субстанция — нежная структура и паркинсонизм — это вторая по встречаемости нейродегенерация после болезни Альцгеймера, поэтому паркинсонизм, болезнь Паркинсона очень активно исследуется. Идет поиск лекарственных препаратов, идет поиск способов задержать и остановить эти нейродегенерации, но это не единственная функция черной субстанции. Дофаминовые нейроны находятся только во внутренней части черной субстанции. Латеральная или боковая часть черной субстанции — там находятся нервные клетки, которые в качестве медиатора используют гамма-аминомасляную кислоту . Эти клетки контролируют движение глаз и сдерживают избыточные глазодвигательные реакции, позволяют нам управлять работой третьего, четвертого и шестого глазодвигательных нервов. Еще одна структура, которая связана с выделением дофамина и относится к среднему мозгу — это вентральная тегментальная область. Ее аксоны направляются к коре больших полушарий, направляются к прилежащему ядру прозрачной перегородки. Это система контроля уровня эмоций, потребностей, и система, связанная со скоростью обработки информации в коре больших полушарий. Важнейшей частью нашего мозга является промежуточный мозг, который назван так потому, что находится промеж больших полушарий, то есть между больших полушарий. В ходе эволюции большие полушария и промежуточный мозг формируются из структуры, которая называется передний мозг. Центральная часть переднего мозга дает два выроста, они превращаются в большие полушария, а этот центр так и остается промежуточным мозгом. Внутри промежуточного мозга есть небольшая полость, узкая щелевидная полость, которая называется третий желудочек. В принципе, промежуточный мозг состоит из двух основных отделов. Верхняя половина его называется таламус, а нижняя — гипоталамус. Их реальный размер составляет 3-4 см. Кроме таламуса и гипоталамуса еще выделяют эпиталамус, к которому примыкает эпифис, это наша эндокринная железа, и она находится в верхней задней части таламуса. И гипофиз — это еще одна эндокринная железа, которая снизу примыкает к гипоталамусу. Если идти вдоль стволовых структур головного мозга, то нам попадется сначала продолговатый мозг, мост, потом средний мозг, а потом мы как раз попадем в зону таламуса и гипоталамуса. Еще раз повторяю, верхняя часть промежуточного мозга называется таламус, а под ним находится гипоталамус. С промежуточным мозгом связан зрительный нерв, второй черепной нерв, который входит в мозг на границе таламуса и гипоталамуса. Таламус — это ключевая структура, которая находится на входе в кору больших полушарий. Наша кора больших полушарий — это самые высшие и самые замечательные центры, которые занимаются самыми сложными функциями. Для того, чтобы они эффективно работали, нужно, чтобы к ним поступали правильные информационные потоки в правильном количестве. Этими функциями и занимается таламус, поэтому его еще называют секретарем коры больших полушарий. В нашей коре больших полушарий есть зрительные центры, слуховые центры, двигательные центры, центры, связанные с эмоциями, и надо сказать, что в таламусе есть тот же самый набор центров, но только в уменьшенном размере. Есть группа секретарей, которые помогают коре больших полушарий правильно и эффективно функционировать. Таламус можно сравнить с некой информационной воронкой, которая пропускает часть сигналов кору больших полушарий, а остальные сигналы либо блокируют, либо пропускают в каком-то ослабленном виде. Проблема состоит в том, что кора больших полушарий не может обработать то огромное количество информационных потоков, которые все время движутся по нашему мозгу. Потому что зрительные центры поставляют зрительную информацию, слуховые — слуховые, центры памяти вспоминают вчерашний вечер, центры эмоций переживают эмоции, двигательные центры хотят двигаться. Скажем, мужичок не просто спокойно сидит, он все время предлагает коре больших полушарий. «Давай это сделаем, давай это, давай это. Почему мы сидим и не двигаемся? Мы столько всего умеем». Чтобы действительно сидеть и не двигаться, чтобы, например, школьник на уроке спокойно сидел, таламус должен постоянно блокировать эти информационные потоки так, чтобы кора больших полушарий не получала лишних возбуждающих сигналов. Это информационная воронка, которая должна много чего срезать. Это срезание идет за счет работы тормозных нейронов. В таламусе, так же, как в мозжечке, в базальных ганглях очень важна функция гамма-аминомасляной кислоты, гамм тормозной реакции. Если таламус работает плоховато, то у младших школьников возникает довольно типичное изменение поведения, которое называется СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Проанализируйте само название. Дефицит внимания — мозг не может долго удерживать некий информационный канал, таламус не может долго блокировать сигналы, например, от тела или какие-то движения, которые происходят за окном, и школьник не может долго слушать учителя, и его внимание быстро рассеивается. А гиперактивность — это неспособность долго сдерживать те двигательные предложения, которые поступают от мозжечка и базальных ганглиев, и вот вас ученик только что слушал, а вот он уже крутится, а вот он полез в портфель, схватил учебник и бросил соседа, сложно все это контролировать, поэтому по-настоящему зрелый таламус годам к восьми-десяти формируется. И только вы обрадовались, что с ребенком все хорошо, и вы им уже управляете. Тут начинается пубертат, и половые гормоны опять нарушают работу таламуса, опять проблемы, но это отдельная история. Если мы пойдем вдоль таламуса, мы увидим в нем массу структур, которые соответствуют разным центрам коры больших полушарий и передние ядра таламуса. Это ядра, которые в основном связаны с передачей информации в центры памяти и центры, которые работают с эмоциями. Дальше за передними ядрами таламуса находятся вентральные боковые, вентральные и латеральные, по-русски это будет нижнебоковые ядра таламуса, которые связаны как раз с двигательным контролем. И передняя часть этих ядер работает с базальными ганглиями, а задняя часть работает с мозжечком. Дальше находится вентробазальный комплекс, который в основном проводит информацию о чувствительности тела. Эту информацию в таламус поставляет спинной мозг и, как известно, есть нейроны спинномозговых ганглиев, сенсорные, которые собирают кожную и мышечную чувствительность. Нейроны спинномозговых ганглиев формируют пучки аксонов, которые в составе белого вещества спинного мозга, не заходя в серое вещество, поднимаются сначала в продолговатый мозг, а потом идут в таламус. Эти скопления волокон называются «дорзальные столбы» или тонкие и кленовидные пучки, или еще нежные и кленовидные пучки спинного мозга, и они ужасно важны для проведения кожной и мышечной чувствительности. Надо сказать, что мышечная чувствительность получается из спинного мозга в головной поднимается по двум параллельным путям в таламус и в мозжечок, потому что управление движениями идет и за счет автоматизированных программ, программ мозжечковых, и за счет произвольных программ, которые генерируют кора больших полушарий. Коре больших полушарий нужны эти информационные потоки. Дальше над вентробазальным комплексом ядер находятся зрительные и слуховые центры таламуса. Зрительные зоны таламуса очень обширны, там находится подушка и латеральное коленчатое тело, в которое приходит зрительный нерв. Слуховые ядра таламуса — это медиальные коленчатые тела, они поменьше, чем зрительные ядра, и основные информационные потоки поступают к ним из слуховых ядер продолговатого мозга и моста из ядер восьмого нерва. Кроме уже перечисленного в таламусе довольно много и других структур, например, связанных с ассоциативными зонами коры больших полушарий и весьма известные так называемые медиальные, то есть самые внутренние ядра таламуса, которые ограничат уже с третьим желудочком. В медиальных ядрах есть скопление нервных клеток, которые обрабатывают и пропускают, скажем, вкусовые сигналы, болевые сигналы, вестибулярную чувствительность и, кроме того, медиальные ядра связаны с центрами сна и бодрствования. В частности, существует особый тракт, он называется спиноталамический тракт, который идет прямо из спинного мозга и заканчивается в этих медиальных ядрах таламуса, и это специфический тракт, специфический путь для проведения болевых сигналов. Если в медиальных ядрах случается какой-то сбой, то может возникать патология, которая называется хроническая боль, когда у человека постоянно болит большой палец правой руки. При этом с самим пальцем все нормально, но где-нибудь в таламусе произошел микроинсульт, и теперь возникает патологический болевой сигнал, который очень мешает человеку жить. Подобная патология не блокируется никакими анальгетиками, и в тяжелых случаях люди идут на операцию, которая называется таламотомия, когда очень аккуратно разрушается точечная зона медиального таламуса и прекращается передача патологического болевого сигнала. Нижняя часть промежуточного мозга, гипоталамус, занимается совершенно другими задачами, и гипоталамус ориентирован в основном во внутреннюю среду нашего организма. В гипоталамусе мы находим нервные клетки, которые занимаются нейроэндокринной регуляцией, то есть гипоталамус — это главный эндокринный центр нашего организма. Во-вторых, в гипоталамусе нейроны, которые занимаются вегетативной регуляцией, то есть при помощи симпатической парасимпатической систем управляют деятельностью разных внутренних органов. В гипоталамусе мы обнаружим ряд важнейших центров биологических потребностей. Эти три группы функций гипоталамуса колоссально важны. Давайте я скажу несколько слов о каждой из этих функций. С точки зрения нейроэндокринной регуляции важно, что нервные клетки гипоталамуса постоянно оценивают концентрацию основных гормонов, которые находятся в нашей крови. То есть гормоны щитовидной железы, половых желез, гормоны надпочечников, все эти гормоны отслеживаются гипоталамусом. Гипоталамус врожденно знает, сколько их должно быть. Соответственно, у него есть способы донести до конкретных эндокринных желез сигнал о том, что надо больше выделять гормона или наоборот, надо меньше выделять гормона. При этом гипоталамус использует в основном воздействие на гипофиз. В принципе, наша эндокринная система устроена тремя этажами. Есть конкретная эндокринная железа, щитовидная, и она выделяет тероксины — очень важные гормоны, от которых зависит общий уровень активности каждой клетки нашего организма. Для того, чтобы щитовидная железа выделяла правильное количество тероксинов, есть гипофиз, который выделяет так называемый тиреотропный гормон, и этот тиреотропный гормон говорит щитовидке, с какой активностью работать. Но над гипофизом находится гипоталамус, который с помощью своих гормонов, которые называются релизинг гормоны, говорит гипофизу, сколько выделять тиреотропного гормона и в конечном итоге менять активность щитовидной железы. Если, например, тероксинов слишком мало, гипоталамус это чувствует, выделяет тиролюберин, от этого гипофиз начинает выделять больше тиреотропного гормона и щитовидная железа начинает выделять больше тероксинов. Подобного рода регуляторные контуры характерны не только для щитовидной железы, но для коры надпочечников, для половых желез, и подобным же образом контролируется выделение гормонов роста. Кроме этих функций нейроны гипоталамуса и сами способны выделять прямо в кровь гормоны, например, такие гормоны, как окситоцин и вазопресин. Нервные клетки центральной зоны гипоталамуса, это называется серый бугор гипоталамуса, их аксоны идут в заднюю долю гипофиза, и там, в гипофизе, прямо в кровь из этих аксонов выделяются окситоцин и вазопресин. Ну и окситоцин — это известный гормон, который влияет, скажем, на сокращение матки при родах, на сокращение молочных желез при кормлении ребенка. Ну и кроме того, окситоцин сейчас известен как медиатор привязанности. А вазопресин — это гормон, который влияет на работу почек, но еще, например, на работу центров жажды, и от концентрации вазопресина зависит наша текущая потребность в жидкости. С точки зрения вегетативной регуляции очень важна передняя часть гипоталамуса, там находятся нейроны-терморецепторы, которые постоянно оценивают температуру крови, протекающей через гипоталамус. Если эта кровь слишком теплая, горячая, именно из гипоталамуса запускаются реакции, снижающие температуру нашего тела. Ну, скажем, расширяются сосуды кожи и начинается потоотделение. А если кровь, протекающая через гипоталамус, слишком холодная, то запускаются реакции сжатия сосудов кожи и, например, дрожжи или возникают мурашки на коже — это все вегетативные реакции, которые, соответственно, управляются гипоталамусом. Задняя часть гипоталамуса обеспечивает вегетативное сопровождение стресса, что тоже очень важно. И, наконец, в гипоталамусе находятся центры шести наших важнейших биологических потребностей — это центры голода и жажды, центры полового и родительского поведения и центры страха и агрессии. Начиная с XVII века ученые всерьез взялись за исследование клеток, появились микроскопы. Оказалось, что все наши ткани, органы состоят из клеточных структур разных размеров, разной формы. Но с мозгом некоторое время были проблемы, потому что для того, чтобы посмотреть некий орган в микроскоп, нужно приготовить тонкий срез. Если резать мозг, то, поскольку мозг очень мягкая структура, все мнется, получается непонятная каша. В XVIII веке подозревали, что все устроено из клеток, а мозг какой-то не такой. И только в 1837 году чешский ученый Ян Пуркинье сумел разглядеть в мозге клетки. С этого момента мы понимаем, что нервная система устроена по вполне стандартным принципам. Эти клетки, которые увидел Пуркинье, это были клетки мозжечка. Более того, это были клетки коры мозжечка, очень крупные, чудесные клетки с потрясающими дендритами. Потом благодарное человечество назвало эти клетки в честь первооткрывателя, и они сейчас известны как клетки Пуркинье. Клетки Пуркинье действительно самая известная конструкция внутри мозжечка. Но мозжечок на самом деле состоит из огромного количества клеток, они очень разнообразны и их очень много по числу. В общем, впечатляет то, что мозжечок, который занимает где-то 10% объема нашего мозга, в нем почти половина нервных клеток. Это очень густонаселенная структура, которая важна прежде всего для управления движениями. Если мы смотрим на анатомию мозжечка, то есть на его макроструктуру, мы видим, что он состоит из двух полушарий и центральной части, которая называется червь. Соответственно, мозжечок находится в самой задней доле нашего черепа, то есть если поставить палец на череп и вести вниз, то мозжечок — там, где мышцы начинаются. То есть он расположен даже под затылочными долями коры больших полушарий. Если смотреть большую макроанатомию мозга, мозжечок относится к заднему мозгу и расположен над продолговатым мозгом и мостом, и под мозжечком находится особая полость, которая называется четвертый желудочек. Естественно, мозжечок соединяется с другими мозговыми структурами и формирует пучки аксонов, которые называются ножки мозжечка. Этих ножек — три пары. Я обычно в лекциях говорю, что у таракана шесть ножек и у мозжечка тоже шесть ножек, и это как-то все запоминают. Передние ножки мозжечка идут в средний мозг, средние ножки, самые крупные, идут в мост, и мост — это такая структура, которая очень активно обменивается информацией с мозжечком, и задние ножки идут в продолговатый мозг. Очень активно изучается кора мозжечка, то есть поверхностное серое вещество, но кроме коры в состав мозжечка входит еще белое вещество и так называемые ядра. Ядра — это скопление серого вещества в глубине мозжечка. То есть получается кора, белое вещество, ядра. Термин «кора» используется в анатомии мозга всего два раза. Один раз, когда мы говорим о коре мозжечка, и второй раз, когда говорим о коре больших полушарий. Чтобы некая структура имела право называться корой, она должна быть очень характерно устроена. Нервные клетки должны образовывать там строгие слои, и для мозжечка это как раз очень характерно. Кора мозжечка состоит из трех слоев, и эти замечательные клетки Пуркинье находятся в среднем слое мозжечка, который называется ганглионарный или ганглиозный. Над средним слоем мозжечка находится молекулярный слой, а ниже — зернистый слой. В молекулярном слое, в зернистом слое различные типы клеток, но действительно наиболее знаменитые клетки Пуркинье. Это великолепные огромные нейроны с потрясающим дендритным деревом, которое очень мощно ветвится, как говорят анатомы, в рострокоудальном, то есть в переднем и заднем направлении. Дерево дендритов клеток Пуркинье — это зона, где формируется и сохраняется наша двигательная память, то есть память о тех движениях, которые мы совершаем и которые мы учимся совершать все лучше по мере двигательного обучения. Если смотреть потоньше на структуру мозжечка и смотреть на то, как мозжечок появляется в ходе эволюции, то мы видим, что он делится на древнюю, старую и новую части. Это деление — древнее, старое и новое — довольно часто встречается, когда мы говорим об анатомии мозга, и древние структуры — это, как правило, структуры, которые есть уже у рыб. Старые структуры возникают в тот момент, когда рыбы выходят на сушу и становятся четвероногими. Многие функции старых структур мозга связаны с управлением конечностями. Наконец, новые структуры — это то, что характерно уже для теплокровных, для птиц, для млекопитающих. Если мы смотрим на мозжечок, то мы видим, что к древним структурам, которые хорошо развиты уже у рыб, относятся червь и те ядра, которые находятся под червем. Это так называемые ядра шатра. Зона червя отвечает за движения древние, изначальные. Например, за рефлекторные движения, за то, чтобы вестибулярные рефлексы были качественными, точными. Или, например, эта зона связана с движениями глаз. То есть тоже очень изначальные двигательные программы. Если мы пойдем от червя наружу, то внутренняя часть полушарий — это зона старого мозжечка. Под этой зоной, под старой корой мозжечка, находятся так называемые промежуточные ядра мозжечка. Весь этот комплекс отвечает за, прежде всего, локомоцию. Локомоция — это перемещение в пространстве. То есть ходьба, бег, у птиц, например, полет или у летучих мышей. То есть локомоция связана с появлением конечностей в ходе эволюции и в основном заключается в ритмичном сгибании-разгибании конечностей, и мозжечок играет огромную роль в управлении локомоторными движениями. Наконец, самая наружная часть мозжечка связана с автоматизацией, с запоминанием произвольных движений. То есть тех движений, которые изначально запускает наша кора больших полушарий, те движения, которые для нас новые, проходят под неким сознательным контролем. И наиболее известный тип движений для человека — это тонкая моторика пальцев. То есть когда мы учимся писать, играть на музыкальных инструментах, любая тонкая моторика — это обучение прежде всего наружной новой карли мозжечка и связанных с ней ядер. Эти ядра называются зубчатые ядра мозжечка и, соответственно, они находятся в глубине мозжечковых структур. Для того, чтобы реализовать свои функции, древний старый и новый мозжечок должны получать входные сенсорные сигналы. Для древнего мозжечка это прежде всего вестибулярная информация, которая поступает от вестибулярных ядер восьмого нерва из зоны продолговатого мозга и моста. Для старой части мозжечка это, прежде всего, информация, которую поставляет спинной мозг. Чтобы управлять локомоцией, нужно знать, насколько напряжены мышцы, насколько согнуты различные суставы. Этот тип чувствительности называется мышечная чувствительность или проприорецепция. Эту информацию собирает спинной мозг, задние рога серого вещества спинного мозга, и дальше в этих самых задних рогах начинаются аксоны, которые выходят в белое вещество спинного мозга и поднимаются в мозжечок. Мозжечок знает, в каком положении находится каждый сустав, каждая мышца. Это так называемые спинномозжечковые тракты, они очень важны для управления локомоцией. Для новой части мозжечка основные входные сигналы — это те сигналы, которые идут сверху из коры больших полушарий. Когда мы выполняем произвольные движения, мозжечок получает копии этих двигательных программ и эти двигательные программы запоминает. Клетки Поркинье являются ключевой структурой мозжечка. В свое время было удивительно узнать, что эти клетки в качестве медиатора используют не возбуждающий медиатор, не глутамат — глутаминовую кислоту, а тормозный медиатор — гамма-аминомасляную кислоту. Получается, что главные клетки мозжечка не передают сигнал, а что-то такое подтормаживают. Сейчас мы понимаем, что для запуска двигательных программ необходимо, чтобы сигнал прошел через ядра мозжечка. Активационный сигнал движется через ядра мозжечка, но чтобы мы не совершали лишних, ненужных, неконтролируемых движений, над ядрами мозжечка стоят клетки Поркинье, которые все время выделяют гамма-аминомасляную кислоту и заливают тормозным медиатором — ядра, и движений нет, мы сидим спокойно, не двигаемся. Но в тот момент, когда все-таки нужно запустить движение, другие клетки мозжечка, например, находящиеся в молекулярном слое звездчатые клетки, корзинчатые клетки, они очень точечно подтормаживают клетки Поркинье, тормозная завеса, которую образуют клетки Поркинье над ядрами мозжечка снимается и быстренько выполняется некое движение, а потом вновь восстанавливается тормозная завеса, чтобы этих самых посторонних лишних движений не было. Поэтому когда мозжечок повреждается, патология в основном проявляется не в форме исчезновения движения, наоборот, движения становятся слишком сильными и неточными, потому что эти тормозные воздействия клеток Поркинье, этот моторный контроль слабеют. Когда повреждается древняя часть мозжечка, возникают проблемы с поддержанием равновесия. Когда повреждается старая часть мозжечка, сгибательно-разгибательные движения становятся избыточно сильными и неточными. Всем известная пальценосовая проба рассчитана на тестирование состояния старой части мозжечка. Когда повреждается новая часть мозжечка, драматически ухудшается почерк и нарушаются другие тонкие двигательные навыки. Кроме мозжечка, за двигательное мучение и формирование двигательной памяти отвечает еще одна очень важная зона нашего мозга — так называемые базальные ганглии больших полушарий. Эти самые базальные ганглии находятся в глубине нашего конечного мозга, в глубине больших полушарий и представляют из себя довольно значительное скопление серого вещества. Большие полушария, как известно, снаружи покрыты корой, под ними расположено белое вещество, а вот еще ниже — базальные ганглии. Это довольно крупное скопление нейронов, которое по объему не очень уступает мозжечку. В состав базальных ганглиев входят многочисленные структуры, такие как хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар, ограда, миндалина, нуклеус-аккумбенс — все эти структуры активно изучаются. Они очень известны в узких кругах нейрофизиологов. Но если так вообще говорить о функции базальных ганглиев, то это еще одна область, которая отвечает за двигательное обучение. Причем с мозжечком базальные ганглии делят функции довольно четко. Мозжечок запоминает, прежде всего, конкретные параметры конкретных движений, а базальные ганглии запоминают уже цепочки движений, комплексы движений. То есть если вы, скажем, учитесь танцевать и выучились делать красивый жест — это мозжечок. Но если вы в целом выучили танец и запомнили, как одно движение переходит в другое — это уже базальные ганглии. Поэтому функция базальных ганглиев на самом деле еще сложнее, чем функция мозжечка, хотя в ходе эволюции они возникают существенно позже. Но что интересно, вот эта идея торможения лишних движений и создания некой тормозной завесы, чтобы не возникали какие-то посторонние ненужные реакции, эта идея реализована и для базальных ганглиев. Ключевая структура базальных ганглиев, которая называется «бледный шар», содержит клетки, очень похожие на клетки Пуркинье. Это точно такие же крупные ганковые клетки, которые все время выделяют тормозный медиатор, идущий в таламус, и благодаря этой тормозной завесе таламус не генерирует лишние двигательные программы. А если все-таки нужно запустить движение, то клетки бледного шара тормозятся нейронами так называемого хвостатого ядра и двигательная программа все-таки запускается. Поэтому если повреждаются базальные ганглии, то эффекты выглядят совершенно не так, как эффекты мозжечка. При повреждениях базальных ганглиев либо движения вообще не запускаются, либо базальные ганглии начинают по собственному почину запускать некоторые патологические программы, например, возникает дрожание или то, что называется ригидность, мышечное напряжение. Например, эти симптомы характерны для паркинсонизма, поскольку, как известно, черная субстанция, которая содержит дофаминовые нейроны, постоянно воздействует на хвостатое ядро, на скорлупу, то есть на ключевые структуры базальных ганглиев и регулирует тонус этих самых базальных ганглиев, значит, уровень нашей двигательной активности, а еще, как известно, эмоции, которые связаны с движением. В тяжелых случаях, когда с базальными ганглями что-то совсем не так, и когда они, например, самостоятельно начинают запускать какие-то двигательные программы, возникают патологии, которые называются хории и атетозы. То есть в этом случае вы можете видеть, как, например, у человека самопроизвольно двигается рука. В случае атетоза возникают медленные скручивающиеся движения, а в случае хории — быстрые высокоамплитудные движения. Наиболее известный вариант хории — хория Гентингтона, которая развивается по тем же принципам, что и другие нейродегенературные заболевания, когда в клетках базальных ганглиев, прежде всего в хвостатом ядре, в скорлупе накапливаются патологические белки, эти белки нарушают работу нервных клеток, и в итоге разрушается сначала двигательная сфера поведения человека, а потом вся его психическая деятельность. Большие полушария по своей массе составляют 75, а то и 80 процентов от всей массы центральной нервной системы. Собственно, неудивительно, что в них находятся высшие центры сенсорных систем, высшие двигательные центры, центры мышления, центры, связанные с волей принятия решений. Если анализировать анатомию больших полушарий, то она весьма характерна. Снаружи большие полушария покрыты так называемой корой. Кора — это поверхностное серое вещество, в котором нервные клетки расположены слоями, и большинство зон коры больших полушарий, нервные клетки в них образуют шесть слоев, о которых я еще расскажу. Под корой находится белое вещество больших полушарий, а еще глубже так называемые базальные ганглии. Базальные ганглии — это скопление серого вещества в глубине больших полушарий. Часть нейронов базальных ганглиев занимаются движениями, часть связаны с системой потребностей эмоций и мотиваций. Белое вещество — это аксоны, которые в основном входят в кору и выходят из коры. Самое известное скопление этих аксонов называется мозолистое тело — это мощные пучки белого вещества, которые переходят из правого полушария в левое и соединяют наш мозг в единое целое, и два полушария работают как некая общая информационная сущность. Если повреждать или разрезать мозолистое тело, а нейрохирурги одно время пробовали воздействия на мозг человека, то возникает так называемый расщепленный мозг, когда правое и левое полушария начинают функционировать некоторое время независимо. Кроме мозолистого тела к белому веществу относятся аксоны, которые входят в кору — это, прежде всего, аксоны таламуса, и аксоны, которые выходят из коры. Самый мощный, самый известный пучок белого вещества, выходящий из коры больших полушарий — это кортикоспинальный или пирамидный тракт. Он идет по нижней поверхности всего головного мозга и на границе продолговатого мозга и моста большинство аксонов кортикоспинального тракта перекрещиваются и дальше в составе белого вещества опускаются вдоль спинного мозга и доходят до разных сегментов спинного мозга. Благодаря этому перекресту наше левое полушарие управляет правой половиной тела, а наше правое полушарие управляет левой половиной тела. Большинство информационных систем в нашем мозге перекрещиваются. Это касается не только движений, но и сенсорных систем. На поверхности коры больших полушарий мы обнаруживаем большое количество борозд и извилин. Борозды нужны для того, чтобы увеличить площадь коры. Чем больше коры больших полушарий, тем больше нейронов, серого вещества и тем больше вычислительные возможности мозга. Ну и, соответственно, складчатая кора — это очень правильно и хорошо. И в случае коры больших полушарий человека только примерно треть серого вещества находится непосредственно на поверхности, а две трети — внутри борозд. Борозды очень разнообразны, и самые крупные борозды есть у всех людей. Мелкие борозды также индивидуальны, их рисунок также индивидуален, как рисунок отпечатков пальцев. Самые крупные борозды — центральная борозда, которая идет от макушки вниз по самой середине нашего мозга, и боковая борозда. Центральную борозду называют еще Роландовой бороздой, боковую — Сильвиевой бороздой, в честь тех анатомов, которые начиная с XVIII века описывали все эти структуры. Центральная борозда позволяет разделить большие полушария на лобную долю и теменную долю. Все, что находится ниже боковой борозды, относится к так называемой височной доле больших полушарий. В целом, большие полушария, кору больших полушарий, можно разделить на шесть долей — это лобная, теменная, височная. В самой задней части больших полушарий находится затылочная доля. Кроме того, есть две доли, которые не видны на этой боковой или латеральной поверхности больших полушарий. Эти доли называются островковая и лимбическая. Островковая доля находится в глубине боковой борозды. Если идти в боковую или Сильвевую борозду, оказывается, что дно ее очень сильно расширяется и возникает так называемая островковая доля. Там много коры больших полушарий и весьма специфические по функциям зоны. Медиальная кора, то есть внутренняя кора больших полушарий, тоже не видна, естественно, когда мы смотрим на полушария снаружи, и она образует так называемую лимбическую долю. То есть для того, чтобы увидеть лимбическую долю, мы должны разрезать мозг пополам и развернуть эти две половинки. И вот тогда на внутренней поверхности полушария мы увидим обширные зоны коры, это и есть лимбическая зона. Лимбическая от слова «лимбкруг», то есть это кора, которая окружает место отхода больших полушарий от промежуточного мозга. А вот здесь видна как раз островковая доля, которая, еще раз повторяю, находится на дне боковой борозды. С точки зрения происхождения, в коре больших полушарий выделяют древние, старые и новые области. И древняя кора — это та кора, которая есть уже, например, у рыб. Ну и в нашем с вами, в человеческом мозге она занимает совсем небольшой объем по разным оценкам от одного до полутора процентов. Самая древняя функция больших полушарий — это обоняние. То есть исходно эти самые конструкции возникают прежде всего для того, чтобы нюхать, поэтому первая пара черепных нервов, обонятельный нерв, входит именно в большие полушария, в древнюю кору больших полушарий. И на нижней поверхности лобных долей есть специальные конструкции, которые называются обонятельные луковицы. И хотя они находятся заметно отдельно особо от остальных больших полушарий, они тем не менее относятся к древней коре. И в эти самые обонятельные луковицы входит обонятельный нерв. Там расположены нервные клетки, которые начинают анализ обонятельных сигналов. И дальше от обонятельных луковиц идет пучок аксонов, обонятельный тракт, который входит уже в такие совсем высшие центры обоняния, и эти высшие центры обоняния расположены на внутренней поверхности больших полушарий, в основном там, где находится передняя часть мозолистого тела. Там скопление нейронов, которые занимаются обоняниями. Довольно известна прозрачная перегородка или септум — один из таких обонятельных центров. Старая кора больших полушарий тоже не очень велика, это порядка двух-трех процентов, и она возникает уже в таком заметном виде, прежде всего, у рептилий. Ключевая структура старой коры называется гиппокамп. Гиппокамп на русский язык переводится как «морской конек», то есть структура, которая когда-то нейроанатомом напомнила эту морскую рыбку. Гиппокамп представляет из себя цилиндрический тяж серого вещества, который находится у человека в глубине височных долей мозга. Функция гиппокампа и тех структур, которые с ним связаны, а это все структуры старой коры — это, прежде всего, функция, связанная с кратковременной памятью и, например, с перезаписью кратковременной памяти в долговременную. То есть, прежде всего, именно с этой точки зрения изучается гиппокамп, а еще, например, зубчатая извилина, а еще, например, субикулум. Например, за эти работы в 2014 году была вручена одна из Нобелевских премий по физиологии и медицине, в которой было показано, насколько важны нейроны гиппокампа и окружающих структур для ориентации в пространстве. То есть, вообще, эта зона возникает для того, чтобы хорошо ориентироваться в пространстве и, прежде всего, помнить, как вы движетесь и помнить, где находится ваш дом, чтобы в него быстро вернуться. То есть, какая-нибудь ящерица вышла из норки, пошла прямо, свернула направо, потом налево. В случае опасности, как быстро бежать обратно, вот об этом помнит гиппокамп, и с этого начинается его функция как центра памяти. А потом, в ходе эволюции, он приобретает способность запоминать и другие сенсорные сигналы, зрительные, слуховые, начинает работать с центрами эмоций, но об этом будет отдельный разговор. Из гиппокампа выходит мощный пучок белого вещества, пучок аксонов, который называется свод. Свод проходит вокруг мозолистого тела, и дальше, в конце концов, сигналы, идущие по своду, попадают в таламус, а потом в лимбическую долю коры больших полушарий. В целом возникает очень важная, значимая анатомическая конструкция, которая называется круг пейпиза. Круг пейпиза очень важен для работы систем памяти и для превращения кратковременной памяти в долговременную. 95% коры больших полушарий — это новая кора. Новая кора — это высшие сенсорные центры, высшие двигательные центры нашего головного мозга и ассоциативные зоны, которые занимаются самыми сложными психическими функциями. Новая кора больших полушарий имеет шестислойную структуру, и снаружи находится молекулярный слой, потом наружный зернистый и наружный пирамидный, внутренний зернистый, внутренний пирамидный и полиморфный. Естественно, нейроны каждого слоя очень характерно выглядят и занимаются определенной функцией. Если говорить о входе сигналов из таламуса в кору больших полушарий, то эти сигналы в основном воспринимает четвертый слой. А если говорить о выходе информации в кортикоспинальный тракт, то этот тракт формирует аксоны пятого слоя. С точки зрения функций разные отделы коры больших полушарий занимаются очень конкретными и отдельными вещами. Затылочная доля коры больших полушарий — это наши зрительные центры. Зрительные сигналы после того, как они прошли таламус, достигают затылочной доли коры больших полушарий. Здесь в затылочной доле находятся нервные клетки, которые начинают анализировать зрительные образы, узнают линии, геометрические фигуры, лица людей, буквы, иероглифы, ну в общем самые разные-разные сигналы, которые поставляет нам зрительная система. Височная доля — это слуховая зона, и сюда приходит информация от нашей улитки, которая прошла через продолговатый мозг и мост, через таламус. Ну и здесь есть нервные клетки, которые узнают отдельные тональности или узнают звуки природы, плеск воды, скрип двери, узнают смех и плач человека и узнают нашу речь и музыку. Дальше теменная доля. В ее передней части находится зона нашей чувствительности тела. То есть здесь расположены нейроны, которые занимаются болевой, кожной и мышечной чувствительностью. И сюда в конце концов приходит информация, которая поднималась из спинного мозга по дорзальным столбам, по нежным и кленовидным пучкам через таламус. Она в конце концов достигает этой зоны. И здесь находится то, что называют картой нашего тела. То есть разные зоны нашей кожи, нашего тела здесь расположены не вперемешку, а формируют действительно отражение нашей поверхности. И зона ноги находится выше всего, потом расположена зона туловища, потом зона руки и еще ниже зона головы. Причем зона головы не перевернута. То есть сначала лоб, потом верхняя челюсть, нижняя челюсть и совсем внизу язык. И зона языка уже ныряет в боковую борозду и контактирует со островковой долей. И это не просто так, потому что в островковой доле находятся наши центры вкуса. В итоге, например, чувствительность от языка и кожная, тактильная, температурная и вкусовая, она собирается внутри боковой борозды в единый вкусовой образ. В случае лобной доли ее задняя часть занимается движениями. То есть это так называемая премоторная и моторная кора, где генерируются произвольные движения, которые определяются как новые движения в новых условиях. И именно из этой области сигналы, например, поступают в мозжечок и базальные ганглии для того, чтобы они запоминали новые двигательные программы. На боковой поверхности мы видим еще две огромные зоны. Это задняя часть теменной доли и передняя часть лобной доли. Это наши высшие психические центры и так называемая ассоциативная теменная кора связана прежде всего с нашим мышлением и работой со словами, а так называемая ассоциативная лобная доля или префронтальная кора – это центр воли, инициативы, принятия решений. Здесь происходит выбор поведенческих программ и их запуск. Если происходит повреждение различных отделов коры, а это, как правило, инсульты, а иногда микроинсульты, то соответствующие функции мозга нарушаются и может пострадать зрительная система, слуховая система, двигательная система или, например, центры мышления. В античные времена выделили основные пять чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. На самом деле мы снабжены сенсорными системами гораздо богаче, но о назначении их понятно. Мы собираем информацию из внешней среды и, кроме того, еще из внутренней среды организма, потому что нашему мозгу важно, в каком состоянии находятся внутренние органы, насколько растянут кишечник или бронхи. Все это достаточно значимо. Большинство сенсорных систем имеют стандартное строение и все начинается с клеток рецепторов, то есть датчиков, которые реагируют на какой-то сигнал. На химический сигнал, молекулы появились в окружающей среде или на физические прикосновения или электромагнитные волны, как в случае зрения. Дальше этот датчик, это клетка-рецептор, передает электрические импульсы на проводящий нерв. То есть нерв — это провод, который связывает датчик и центральный процессор, головной и спинной мозг. У нас, как известно, 31 пара спинномозговых нервов, и все они занимаются передачей сенсорных сигналов от разных этажей тела. Кроме того, из 12 пар черепных нервов большинство тоже занимаются сенсорикой. И, наконец, третий, самый сложный этап — сигнал попадает в центральную нервную систему и дальше внутри сначала спинного мозга, а потом головного мозга последовательно обрабатывается и запускаются те или иные реакции, информация запоминается. И чем выше сигналы двигаются по центральной нервной системе, тем более сложные вычислительные операции реализуются. Ну и самые сложные, очень человеческие моменты обработки информации, конечно, случаются в коре больших полушений. Если смотреть поподробнее на наши рецепторы, а, собственно, действительно с них все начинается, мы видим, что они делятся на два типа. Это могут быть нервные клетки или могут быть ненервные клетки. Ну и, соответственно, если рецептор — это нейрон или его отросток, такие рецепторы называются первично чувствующие, ну и в каком-то смысле эволюция с них начинала, то есть именно на нервные клетки приходил сигнал и дальше генерировался электрический импульс. И вот в этом понятном для мозга виде информация поднималась в спинной мозг, в головной мозг. Но сигналов очень много разных, ну и, видимо, ресурса нейронов не хватает на то, чтобы реагировать на все на свете. А чем больше сенсорных потоков вы считываете, тем полнее информация об окружающей среде, тем правильнее ваше поведение. Поэтому эволюция искала еще какие-то датчики, кроме нейронов, ну и соответственно, в конце концов, ряд клеток, прежде всего эпителиальных, то есть неких покровных клеток, например, на поверхности кожи или на поверхности полости организма, они тоже превратились в рецепторы. Но это уже не нервные клетки, такие рецепторы называют вторично чувствующие, и им для того, чтобы передать сигнал в ЦНС, нужна помощь нейронов периферической нервной системы. То есть рецептор реагирует на стимул, потом он должен передать его на так называемый проводящий нейрон, и только уже отростки проводящего нейрона доберутся до головного и спинного мозга. К первичным чувствующим рецепторам относятся рецепторы нашей обонятельной системы, а еще рецепторы таких систем, как кожная, мышечная, болевая, ну и еще рецепторы системы внутренней чувствительности. А вторичные чувствующие рецепторы — это зрение, слух, вестибулярная система и вкус. В целом получается, что у нас девять таких больших серьезных сенсорных систем, хотя иногда предлагают выделить и побольше. Но вообще критерий выделения некой части нашего тела в отдельную сенсорную систему довольно понятен. То есть мы говорим о особой сенсорной системе, если есть свои рецепторы, свои проводящие пути и свои отдельные центры в головном и спинном мозге, которые обмениваются внутри сенсорной системы информацией. С этой точки зрения кожная чувствительность, болевая чувствительность и мышечная чувствительность — это разные сенсорные системы, хотя когда-то говорилось вообще об общей чувствительности тела. Или с обонянием, то есть обоняние — отдельная сенсорная система, но существует дополнительная обонятельная система, вомероназальный орган, и эта конструкция хоть и небольшая, но удовлетворяет всем критериям, которые приложимы к сенсорной системе. Поэтому довольно логично вомероназальный орган и все, что с ним связано, сигналы, которые возникают при появлении феромонов, а потом уходят в гипоталамус, выделять в отдельную сенсорную систему. Уж больно она маленькая получается, просто она у нас очень сильно редуцирована. Как рецептор вообще реагирует на сигнал? За счет чего чувствительная клетка или ее отросток отвечают на физическое или химическое воздействие? Логика работы здесь довольно близка к тому, что вообще делают нейроны. Обычная нервная клетка отвечает на появление вещества-медиатора, а рецепторы вкуса или рецепторы воняния или рецепторы внутренней чувствительности примерно также реагируют на появление химического вещества. То есть на мембране рецептора есть чувствительные белки, с которыми связаны ионные каналы, и эти ионные каналы при появлении определенного запаха открываются, в клетку входят положительно заряженные ионы, возникает сдвиг заряда вверх, деполяризация, и это может служить причиной генерации электрических импульсов, и дальше эти импульсы убегут в головной или спинной мозг. Примерно по такому же принципу работают рецепторы механической чувствительности и даже зрительные рецепторы. Как правило, некое адекватное сенсорное воздействие вызывает на мембране рецептора открывание, иногда закрывание тех или иных ионных каналов, возникает сдвиг заряда в клетке и генерируется потенциал действия, убегающий в центральную нервную систему. Чем сильнее сенсорное воздействие, тем чаще бегут импульсы, потенциалы действия сначала по сенсорному нерву, а потом внутри сенсорных центров головного и спинного мозга. Это является первым из двух базовых законов работы сенсорных систем. Закон этот звучит так — интенсивность или энергия сенсорного сигнала кодируется частотой потенциалов действия в проводящем нерве. То есть чем громче звук, чем ярче свет, чем более концентрированный раствор глюкозы, тем чаще бегут импульсы по тому или иному нерву. В зависимости от этой частоты наш головной мозг и высшие центры узнают о интенсивности сенсорного сигнала. Если говорить о реальных цифрах, то сигнал, который субъективно воспринимается как довольно слабый — это где-то 20, 30, 40 импульсов в секунду. Если импульсы бегут с частотой 50-70 Гц по нерву, то это для нас субъективный сигнал средней силы, когда ближе к 100 импульсам в секунду, то есть 100 Гц — это сильный сигнал, а когда уходит за 100 Гц — это уже сверхсильный сигнал, и такие сигналы для нас зачастую субъективно неприятны, слишком яркий свет, слишком громкий звук, и мы стараемся уйти от таких воздействий, потому что велик шанс повреждения тех же самых рецепторов или, что еще хуже, сенсорных центров головного и спинного мозга. Для того, чтобы рецепторы хорошо, качественно работали, им, как правило, нужны некие вспомогательные структуры, которые создают для них все условия, и уже внутри этих структур рецепторы функционируют. Такие структуры мы называем органами чувств, то есть не нужно путать понятия орган чувств и сенсорная система. Орган чувства — это место, где рецептору хорошо, и глаз — это орган чувства, орган зрения, или внутреннее ухо — улитка, орган слуха. Кожа — это орган осязания, болевой чувствительности, и так далее. Помимо интенсивности, то есть энергии, каждый сенсорный сигнал характеризуется еще качеством. С точки зрения организации сенсорной системы качественно разными считаются сигналы, которые действуют на разные рецепторы. Это не очень сходится с нашим бытовым восприятием работы органов чувств и сенсорных систем, но это именно так. Проще всего это понять на примере системы кожной чувствительности. У нас есть поверхность кожи, по которой рассеянные рецепторы, отростки нервных клеток, и разные рецепторы обслуживают разные участки кожи. Есть рецептор и нейрон, который работает с большим пальцем, и есть нейрон, который работает с мизинцем. То есть качественно разные сигналы — это сигналы, которые считываются от разных участков кожи. Для, например, слуховой системы организация нашей улитки такова, что разные рецепторы реагируют на сигналы разной тональности. И есть рецепторы, настроенные на высокие частоты, низкие частоты, средние частоты. Для, например, нашей зрительной системы качественно разными сигналами являются сигналы, приходящие от разных точек пространства. Потому что разные фоторецепторы у нас в сетчатке сканируют свой кусочек этой 2D-картинки и отчитываются перед центральной нервной системой о точках в определенных местах пространства. То есть качественно разные сигналы — это сигналы, действующие на разные рецепторы. Дело еще в том, что рецепторы расположены в определенном месте нашего тела, и эта зона называется рецепторная поверхность. Дальше каждый рецептор передает сигнал своим нервным клеткам, и информация от соседних рецепторов передается соседним нервным клеткам. В итоге рецепторная поверхность параллельно отображается на структурах головного и спинного мозга. То есть это параллельный перенос, который, например, знаком вам из геометрии. В результате возникает очень интересный эффект. У нас в головном или спинном мозге формируются карты рецепторных поверхностей. Наша кожная поверхность с большим пальцем, мизинцем, ухом, спиной, коленом и так далее отображается в центрах кожной чувствительности, а сетчатка отображается в зрительных центрах, а улитка и ее базилярная мембрана отображаются в слуховых центрах. Этот параллельный перенос позволяет нашему мозгу отличать сигналы разного качества. Каким образом мозг узнает, прикоснулись к носу или колену? Импульсы, которые бегут по нервным клеткам, абсолютно одинаковые. Узнать можно только если смотреть на то, по какому аксону прибежал сигнал. В кибернетике это называется кодировка номером канала. Принцип кодировки номером канала лежит и в основе работы сенсорных систем. Это как бы второй базовый закон работы сенсорных систем. Он звучит так. Качество сенсорного сигнала кодируется номером канала. В итоге мы можем закодировать интенсивность сигнала с помощью частоты ПД, закодировать качественные характеристики с помощью номера канала, и этого достаточно головному мозгу для того, чтобы дальше обрабатывать эту сенсорную информацию. Что происходит в головном и спинном мозге с сенсорными сигналами? Эти сигналы фильтруются, способны запускать различные реакции. Головной и спинной мозг способны опознавать сенсорные образы. Сенсорный образ — это уже совокупность нескольких сенсорных сигналов, информационная сущность более высокого порядка. Спинной мозг в основном работает с чувствительностью тела, и 31 сегмент спинного мозга считывает информацию от 31 этажа нашего тела — это болевая чувствительность, кожная, мышечная чувствительность, ну и еще сигналы от внутренних органов, это называется интеррецепция или внутренняя чувствительность. И дальше белое вещество спинного мозга, скопление аксонов, позволяет передать эту информацию уже в головной мозг. Главными восходящими трактами спинного мозга, то есть теми, которые передают такую сенсорную информацию, являются так называемые дарзальные столбы, которые идут на самой задней поверхности спинного мозга, еще есть спинномозжечковые тракты, которые с мозжечком понятное дело взаимодействуют, и для передачи болевой чувствительности очень важен спинотоломический тракт. Если мы говорим о головном мозге, то ему достается, конечно, львиная доля сенсорных ходов. Существует обонятельный нерв, зрительный нерв, вестибуло-слуховой нерв, три нерва, которые занимаются исключительно сенсорикой. Кроме того, такие нервы, как лицевой, языкоглоточный, тройничный, они тоже передают различные сенсорные сигналы. Очень важным уровнем обработки сенсорных сигналов является таламус, структура, через которую все сенсорные потоки, кроме обоняния, поднимаются в кору больших полушарий. И таламус — важнейший информационный фильтр, который работает прежде всего по заказу коры больших полушарий и пропускает то, что здесь и сейчас является значимым. Кроме того, таламус очень охотно пропускает новые сигналы, сильные сигналы, и выполнение этой функции ему помогает четверохолме среднего мозга, где расположены наши древние зрительные и слуховые центры. В конце концов, сенсорная информация поднимается в кору больших полушарий. Здесь в коре есть зрительные центры, слуховые центры, вкусовые центры. Затылочная доля — это зрительная кора, височная доля — слуховая, область в районе центральной борозды — это наша чувствительность тела. Внутри этих сенсорных зон выделяют первичную, вторичную, третичную кору, которая занимается узнаванием все более сложных образов. Первичная зрительная кора — это узнавание линий, людей, вторичная зрительная кора — узнавание геометрических фигур, а третичная — это лица конкретных людей. После обработки в конкретных сенсорных центрах сенсорная информация передается в ассоциативную теменную кору, где находятся нейроны, способные работать одновременно с разными сенсорными потоками. Еще античные философы, наблюдая за поведением животных, заметили, что в этом поведении можно выделить врожденные компоненты и приобретенные компоненты. И, скажем, какие-нибудь молодые ласточки умеют лепить гнезда, врожденно умеют, но при этом лепят их как-то криво. А по мере набора индивидуального опыта, с каждым годом, они лепятся лучше и лучше, и в конце концов эти гнезда достигают некого идеального состояния. То есть есть врожденные и приобретенные компоненты нашего поведения и, стало быть, врожденные и приобретенные компоненты деятельности мозга. В XIX веке в изучение этого вопроса огромный вклад внес российский ученый Иван Михайлович Сеченов. Эту эстафету дальше подхватил Иван Петрович Павлов, который разработал теорию условных рефлексов и предложил метод для изучения условных рефлексов и процессов формирования памяти. Вообще в науке очень важно придумать метод, потому что, конечно, все знали, что животные учатся, но как сделать некую экспериментальную обстановку, попав в которую та же самая павловская собака обязательно сформирует какой-то навык — это был вопрос. Заслуга Ивана Петровича поэтому очень велика, и его работы во многом лежат в основе современной физиологии мозга и современной нейрофизиологии. То, как ведет себя павловская собака в эксперименте, я думаю, все вы знаете. Предъявляется некий, как писал Иван Петрович, исходно незначимый сенсорный сигнал. Скажем, звонит колокольчик, потом возникает еда, собака эту еду ест, и после нескольких повторов звук колокольчика начинает вызывать слюноотделение, то есть уже реакцию, которая раньше была направлена непосредственно на еду, а теперь каким-то образом к запуску этой реакции присоединился звуковой сигнал. Павлов назвал это условные рефлексы, то есть реакции, формирующиеся при определенных условиях. И, кстати, они исчезают при определенных условиях. А если говорить современным языком, то получается, что в ходе этой экспериментальной процедуры в мозге возникает новый канал для передачи информации, то есть слуховой центр и центр, запускающий слюноотделение, ранее не были связаны. А теперь нервные клетки из слухового центра каким-то образом передают сигнал в центры, связанные с работой слюной железы. Иван Петрович Павлов подозревал, а мы теперь точно знаем, что эти новые каналы для передачи информации формируются в коре больших полушарий. И когда собака начинает реагировать слюноотделением в ответ на звонок, это означает, что нейроны височной коры, слуховой коры, передают сигнал в так называемую островковую долю, которая находится в глубине боковой борозды. И, соответственно, передача этого сигнала идет настолько эффективно, что в итоге островковая кора запускает слюноотделение. Современная нейрофизиология знает, что в основе формирования вот таких новых каналов для передачи информации лежит модификация синапсов. То есть синапсы, которые находятся по дороге от височной коры к островковой доле, начинают вырабатывать, выделять больше медиатора. Рецепторы в этих синапсах становятся более многочисленными, и в итоге сигнал передается все более и более эффективно. Обучение, которое идет по Павловским принципам, называют ассоциативным обучением. Кроме присутствия сенсорного сигнала, оно обязательно требует биологически положительного результата, то есть срабатывания центров положительных эмоций и удовлетворения какой-то потребности. И та же самая павловская собака учится на основе получения небольшого количества пищи. А крыса, которая в ответ на включение лампочки прыгает на полочку, а иначе она получает небольшой удар током, эта крыса учится на основе так называемой пассивно-оборонительной программы, то есть она убегает от опасности, и это тоже биологически положительный результат. Крыса, которая прыгнула на полочку и спаслась, не менее счастлива, чем собака, которая получила кусочек еды. Оказалось, что ассоциативное обучение, которое идет по таким принципам, это самый сложный способ обучения. Павлов сразу взялся за наиболее сложное явление в сфере обучения и памяти. Сейчас мы знаем, что в мозге с ассоциативным обучением сосуществуют другие виды обучения и другие виды памяти. Эти виды обучения называются неассоциативным обучением, но и основные из них — это суммация, долговременная потенциация и импринтинг. Суммация — это был вид обучения, который раньше всего удалось не просто описать, а проанализировать на синаптическом уровне. На уровне поведения суммация выглядит следующим образом. Вот есть какой-то исходно незначимый сигнал, например, не очень громкий звук, и вы на него не реагируете. Но если этот звук устойчиво повторяется, повторяется и повторяется, то в некоторый момент нервная система все-таки на него обращает внимание и начинает реакцию. Скажем, вы сидите дома и смотрите телевизор, и вдруг услышали, что вода капает из крана, она может уже два месяца капает, но именно здесь и сейчас ваш мозг обратил внимание на это повторное «кап, кап, кап» и отреагировал. С биологической точки зрения понятно, что если сигнал слабый, но он повторяется, наверное, его стоит проанализировать. Классиком изучения механизмов суммации является Эрик Кэндалл, американский ученый, который в 2004 году получил за свои работы Нобелевскую премию, и модельным объектом оказалась не собака и даже не лабораторная мышка, а моллюск под названием Аплизия. Это такой большой морской слезняк, который иногда даже умеет парить в воде, летать, ведет не очень затейливый образ жизни, питается водорослями и он не очень вкусный, поэтому у него нет раковины, а жабра, с помощью которой он дышит, находится прямо на поверхности Аплизии. И вот Кэндалл придумал методику очень мягкого воздействия на эту жабру. Если жабру сильно ткнуть, то слезняк прячет ее специальную полость под названием мантийная полость, то есть такой карман на спине. А если тихонечко воздействовать, то поначалу не прячет, но если повторять воздействие каждые 5 секунд, то реакция возникает. Кэндалл использовал для такой стимуляции трубочку от коктейля, через которую шла струйка воды, и можно очень тонко дозировать силу давления на жабру. Дальше удалось ввести регистрирующие электроды во все нервные клетки соответствующей цепочки, то есть цепочки, которая запускает втягивание жабры, и выяснить эти самые механизмы суммации. Тут действительно нужно очень точно подобрать силу воздействия. То есть на первую стимуляцию нет реакции, на вторую нет, а на пятую она возникает, и дальше моллюск при каждом воздействии исправно прячет жабру. Оказалось, что основной механизм суммации — это так называемое пресинаптическое накопление кольца. То есть каждый раз, когда даже небольшой сенсорный сигнал проходит через аксон, перед выделением медиатора в окончании аксона входит кальций. И дальше, после того, как медиатор выделен, этот кальций откачивается, уходит, чтобы перезагрузить систему. Но если мы будем давать стимул достаточно часто, то кальций не успевает аксон выкачивать, кальций накапливается, и в итоге при каждом очередном стимуле выбрасывается все больше медиатора, и в какой-то момент реакция возникает. Этот вариант можно назвать короткой кратковременной памятью, потому что если мы оставим систему в покое на несколько минут, весь кальций в конце концов уйдет, и сеть забудет о том, что она реагировала на повторный слабый сигнал. В жизни у нас такое часто бывает, когда мы используем данный механизм. Скажем, вам сообщили, что у вас занятие в аудитории 358, и вы идете и повторяете 358, 358, это вы повторно дуете на свою мозговую жабру, чтобы не забыть. А потом вам позвонила лучшая подруга, и вы с ней поговорили 5-10 минут, положили трубочку, обращаетесь к мозгу. «Мозг, в какую аудиторию идем?» Она говорит, «А я не помню, потому что весь кальций уже ушел, и система заново должна загружать эту информацию». Для того, чтобы происходила суммация, не нужно никаких дополнительных ухищрений, она случается вообще на любом синапсе. Второй механизм, механизм долговременной потенциации, это уже механизм, позволяющий сохранить память на несколько часов. В основе этого механизма лежит работа NMDA-рецепторов и синапсов, где выделяется глутаминовая кислота. Глутаминовая кислота, глутамат — это главный возбуждающий медиатор нашего мозга, а NMDA-рецепторы у них есть такая особенность — они могут закрываться магниевой пробкой, и пока пробка закрывает рецептор, он не работает. Но если дать сильный сигнал, пробка вылетает, рецептор мгновенно переходит в рабочее состояние, и соответствующий синапс тоже начинает очень эффективно проводить сигнал. Больше всего синапсов, способных к долговременной потенциации, находятся в глубине височной доли наших полушарий. Здесь расположена структура, которая называется гиппокамп. Гиппокамп, прежде всего, как раз связан с долговременной потенциацией и запоминает некие значимые, эмоционально значимые, сенсорно значимые события, которые с нами случаются в течение текущего дня. Выключение NMDA-рецепторов, то есть возврат магниевых пробок происходит в основном во сне. Гиппокамп очищается от некой информации, которую накопил за текущий день, но при этом эта информация может стираться безвозвратно или перезаписываться в систему долговременной памяти. Поэтому гиппокамп очень важен как для кратковременной памяти, так и для формирования долговременной памяти. Электрическое воздействие на гиппокамп приводит к тотальному выбиванию магниевых пробок, и в итоге человек забывает сам момент электрошока и несколько часов до шока. Это явление называется ретроградной амнезией. Теперь несколько слов про импринтинг. Импринтинг — это уже долговременная память, которая относится к разряду не ассоциативной, то есть не идет на фоне положительных эмоций. Особенностью импринтинга является то, что он приурочен к определенному периоду онтогенеза, то есть к определенному моменту жизни живого организма. Все остальные виды памяти формируются когда угодно, а импринтинг связан с рождением детеныша, с половым созреванием или с каким-то очень значимым эмоционально значимым событием. Открыл и описал импринтинг Конрад Лоренс, выдающийся австрийский зоопсихолог, который за свою работу получил в 1970-е годы Нобелевскую премию, но и его классические исследования посвящены тому, как птенец, цыпленок или гусенок запоминает образ матери. Идет сенсорное запечатление образа родителя и нейроны, которые запомнили, что этот объект является мамой, дальше запускают реакцию детского поведения. Цыпленок смотрит на курицу, и дальше заработал соответствующий отдел его мозга, и он начинает реализовать свои детские реакции и адресовать их этому объекту — пищать, звать случай опасности, прятаться, следовать, подражать и т.д. На примере нейронов, которые отвечают за импринтинг, впервые удалось описать механизмы долговременной памяти. Оказалось, что эти механизмы связаны уже с воздействием на ядерную ДНК. Когда мы говорим о суммации или когда мы говорим о долговременной потенциации, синапс более-менее уже существует, но в нем меняются какие-то достаточно тонкие параметры. В случае, когда идет импринтинг, в синапсе очень мало рецепторов. То есть он готов проводить сигнал, но пока не хватает белков, которые будут воспринимать действия медиатора, а медиатором является глутаминовая кислота. Нужно этот синапс раскачать, повысить его эффективность. Система организована таким образом, что некий слабый сенсорный сигнал, например, цыпленок, его мозг видит некий рыжий объект, то есть мама курица рыжая. Он смотрит на этот рыжий объект, соответствующий зрительный канал запускает пока что небольшую активацию обучающегося нейрона, и эта активация передается на ядерную ДНК, на те гены, которые отвечают за образование рецепторов к глутаминовой кислоте. Эти гены активируются, возникает информационная РНК и идет на рибосомы. Рибосомы делают дополнительные рецепторы к глутаминовой кислоте, и эти рецепторы встраиваются в мембрану синапса, который проводит сигнал о рыжем объекте. Дальше в какой-то момент система начинает работать, и вот это состояние сохраняется пожизненно. То есть это долговременная память, которая способна определять не только детское поведение, но и дальнейшие зоосоциальные реакции особи внутри стаи, внутри какого-то коллектива. На основе изучения принтинга нам постепенно становится понятно, как работает и ассоциативное обучение, потому что логика процессов, которые еще Павлов описал на уровне слюноотделения собаки, примерно такая же. Когда идет исходно незначимый сенсорный сигнал, соответствующие синапсы тоже увеличивают количество рецепторов. Для того, чтобы сформировалась долговременная память, нужно дотянуть воздействие до ядерной ДНК, а это делает специальная система вторичных посредников, синтезировать дополнительные рецепторы к глутаминовой кислоте и встроить их в мембрану обучающегося синапса. Но в случае ассоциативного обучения есть одна проблема. Воздействие довольно короткое. В случае импринтинга цыпленок смотрит на курицу, сигнал идет долго и долго раскачивает ядерную ДНК и синтез рецепторов. В случае павловской собаки звонок совсем короткий. Как сделать его таким длинным, чтобы изменились синапсы? Здесь как раз важнейшую роль играет гиппокамп, который, запомнив некий сенсорный сигнал, дальше пусть этот сигнал отсутствует, начинает передавать информацию об этом сигнале на обучающиеся нейронные цепи новой коры. Имитирует, подменяет реальный сигнал. То есть память о том, что был звонок, продолжает поступать на обучающийся синапс, его модифицируется, и в конце концов мозг формирует новые информационные каналы, по которым передаются ранее незначимые, а теперь очень важные сигналы, поведение модифицируется и становится более приспособленным к окружающей среде. Потребности определяют как избирательную зависимость нашего организма и в первую очередь нашего мозга от каких-то факторов внешней или внутренней среды — температуры, содержание различных химических веществ в крови и так далее. Проблемой потребностей занимаются и философы, и психологи, и биологи, и физиологи. И биологов, конечно, прежде всего интересуют так называемые биологические потребности. То есть потребности, которые исходно вставлены в наш мозг, являются врожденно заданными конструкциями, лежат в основе того, что Иван Петрович Павлов называл «безусловные рефлексы». Эти потребности изучать проще всего. Конечно, можно изучать потребность любования цветущей сакурой, но найти соответствующие нейроны в мозге будет очень сложно, и вам как минимум понадобится мозг человека. А потребность в еде, в безопасности, в размножении — эти центры они доступны для исследования, причем порой на довольно несложных организмах, и получаемая информация оказывается важна для изучения принципов работы мозга. Существует довольно много классификаций потребностей. В психологии наиболее известна классификация, которую предложил Абрахам Маслоу, а биологи чаще всего пользуются классификацией, которую нам предоставил Павел Васильевич Симонов — ученый, физиолог, академик Академии наук, человек, который долгие годы заведовал институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии в Москве и оставил очень серьезный вклад в науку о мозге. В частности, предложил классификацию биологических потребностей. Биологические потребности он предложил разделить на три группы — потребности витальные, зоосоциальные и саморазвития. Я хочу рассказать о каждой из этих групп немного. Специфика биологических потребностей состоит в том, что они врожденно заданы. Это значит, что в мозге есть генетически определенные группы нервных клеток, которые работают по неким генетически определенным принципам и отвечают за генерацию той или иной потребности. А дальше эта потребность, если она оказывается достаточно сильной, может подталкивать поведение любого живого организма, у которого есть мозг с такими центрами, в том числе поведение человека, в сторону удовлетворения этой самой потребности. У нас в мозге есть центры голода, центры агрессии, центры, связанные с половым поведением, любопытством и т.д. Начнем с витальных программ, то, что Симонов назвал витальные потребности. Витальные от слова «вита», то есть «жизнь». Эти потребности относятся к группе жизненно необходимых. Если мы их не будем время от времени удовлетворять, то просто погибнем. Очевидные витальные потребности — это потребности в еде и воде, то есть питьевая потребность и пищевая потребность, или то, что мы называем голод и жажда. Соответственно, центры этих потребностей располагаются в гипоталамусе — это нижняя часть промежуточного мозга. На этом довольно схематичном макете мозга можно видеть гипоталамус, он находится примерно здесь, и центры голода и жажды расположены в средней части гипоталамуса, который называется серый бугор. Здесь находятся нервные клетки, чувствительные прежде всего к концентрации глюкозы в крови, и когда эта концентрация падает, то у нас возникает чувство голода, и к концентрации натрий-хлор в крови, и когда эта концентрация растет, у нас возникает чувство жажды. Скажем, центр голода занимает латеральные ядра гипоталамуса, и нейроны, которые там расположены, они реагируют не только на концентрацию глюкозы в крови, но и на концентрацию инсулина или на сигналы от пустого желудка, и все эти стимулы повышают пищевую потребность, и соответственно гипоталамус начинает снизу вверх стучаться в большие полушария и говорить «есть хочу», «есть хочу». В какой-то момент этот сигнал становится настолько сильным, что мы все бросаем и идем на поиски кусочка хлеба насущного. Примерно так же работает центр жажды, чувство жажды и питьевая потребность еще более актуальна, чем пищевая. Это логично, без еды человек может прожить несколько недель, а без воды всего несколько дней. Еще к центрам витальных потребностей относятся зоны, связанные с безопасностью. Эти зоны располагаются прежде всего в заднем гипоталамусе и реагируют на всяческие неприятности. Самый очевидный сигнал – это болевой сигнал, болевая информация, информация о том, что какая-то часть нашего тела повреждается. То есть болевые рецепторы реагируют на травму наших клеток, тканей, на повреждения мембран, возникают электрические импульсы, которые поступают, в числе прочего, в задний гипоталамус. Помимо ответа на боль, данный центр реагирует вообще на любые слишком сильные сигналы, скажем, на слишком громкий звук, на слишком яркий свет, слишком сильный запах. Но дальше уже внутри заднего гипоталамуса обнаруживаются нервные клетки, которые способны по-разному реагировать на наступление опасности, на болевую стимуляцию. Эти центры могут запускать программы так называемого активно-оборонительного поведения или пассивно-оборонительного поведения. Активно-оборонительное поведение – это когда мы храбро нападаем на источник опасности и пытаемся разобраться и прекратить некое неприятное воздействие. Это еще называют реакциями агрессии, ярости, которые направлены на очень активное воздействие на окружающий мир. Альтернативный вариант ответа – это реакции страха, затаивания, убегания. Их называют пассивно-оборонительные, когда мы стремимся избежать контакта с источником неприятностей. Как правило, по ходу жизни, по ходу поведения мозг он сначала предпочитает пассивно-оборонительные реакции, а потом, если загонять в угол, то выбираются активно-оборонительные реакции. И то, насколько легко происходит переход от пассивно-оборонительного поведения к активно-оборонительному, является очень важным свойством нашего темперамента. Еще со времен Гиппократа особо выделялся меланхолический темперамент и холерический темперамент. Третья группа программ, которые Симонов отнес к витальным, – это программы гомеостатические. Термин «гомеостаз» обозначает постоянство внутренней среды нашего организма. Для того, чтобы наши органы и ткани хорошо нормально работали, нужно, чтобы многие параметры оставались достаточно неизменными. Это и температура крови, и концентрация различных химических веществ, давление крови и так далее. За этим следят специальные нейронные контуры, которые очень широко рассеяны по нашему мозгу, но их очень много внутри продолговатого мозга, моста. Там находится дыхательный центр, дыхание – это тоже гомеостатическая программа. Там находятся сосудодвигательные центры, которые отвечают за тонус сосудов и интенсивность сердечных сокращений. И очевидно, насколько эти программы жизненно важны. К этой же группе программ относятся и те нейронные контуры, которые отвечают за наш сон и бодрствование. Нарушения сна очень опасны, и очевидно, что данная группа программ относится к витальме. Еще о двух программах следует упомянуть – это программы груминга и программы экономии сил. Симонов их тоже отнес к витальным. Программы экономии сил направлены на то, чтобы наш организм тратил на достижение цели как можно меньше энергии. С биологической точки зрения, очевидно, польза от этих программ, потому что для того, чтобы добыть энергию, нужно кого-то съесть, кого-то поймать. А на это потратить кучу сил, да еще это может быть сопряжено с опасностью. Поэтому мозг так устроен, что для достижения цели порой стремится выбирать самые короткие, самые очевидные и самые легкие пути. Получается, что, например, лень человеческая не просто так возникает, а в основе этой лени лежат такие программы экономии сил. Тут нужно еще понимать, что наш мозг – это арена постоянной конкуренции центров разных потребностей. И если конкретно в вашем мозге вот эти центры, связанные с экономией сил, очень активно установлены, ну тогда вы действительно будете человеком несколько ленивым. Правда, остается разум, волевое усилие, которое все-таки может оторвать вас от дивана и там двинуть куда-то в светлое будущее. Программы груминга – это программы, связанные с уходом за телом. То есть умывание, вылизывание, вычесывание – они тоже относятся к таким жизненно важным программам, потребностям, реакциям. Если вы не будете это делать, то через некоторое время покроетесь грязью, паразитами и умрете в ужасных мучениях. То есть понятно, что эта программа не такая витальная, как, скажем, дыхание, но тоже без нее никак нельзя. К зоосоциальным программам Симонов отнес программы, которые регламентируют внутривидовое взаимодействие особей. И это программы полового поведения, родительского поведения. Это программы, направленные от детеныша к матери. Ну и еще целый ряд более тонких программ, связанных в основном с тайным образом жизни, например, стремление к лидерству в неком сообществе. А еще программы территориального поведения, программы, направленные на занятия и защиту некой территории. Наиболее изучены центры полового и родительского поведения. Они находятся в переднем гипоталамусе и очень чувствительны к гормональному статусу нашего организма. Ну и, соответственно, программы полового поведения активируются тогда, когда высока концентрация половых гормонов, андрогенов, эстрогенов. А программы родительского поведения, их активная реализация связана с содержанием в крови и мозге таких веществ, как пролактин и окситоцин. Программы территориального поведения, программы, связанные со стремлением к лидерству, с ними работают в основном базальной ганглии. Внутри базальных ганглиев, а точнее внутри височных долей нашего мозга, находится структура, которая называется миндалина. Миндалина расположена внутри височных долей больших полушарий, то есть если рассечь височные доли, то там будет небольшое, но очень значимое скопление серого вещества, такое округлое, отсюда название миндалина. Не нужно путать это с миндалиной, которая в горле, это особая часть базальных ганглиев. Наконец Симонов отнес к программам зоосоциальным так называемой реакции супереживания, когда животное и человек переносят на себя эмоции, испытываемые соседом по стае или другой особью. Значительно позже, уже в нулевые годы XXI века, было показано, что за подобного рода реакции отвечают так называемые зеркальные нейроны, и открытие зеркальных нейронов — одно из самых интересных открытий современной физиологии. Программы саморазвития — это программы, которые, как писал Симонов, направлены в будущее. То есть в тот момент, когда они реализуются, не очень понятно, зачем они вообще сделаны и зачем возникают такие реакции. Но если мы наберемся терпения, мы увидим, ага, вот оказывается, зачем мозг это осуществляет. К программам саморазвития мы относим исследовательское поведение, направленное на сбор новой информации, программы, связанные с двигательным подражанием, рефлексы свободы, о которых писал еще Павлов, и игровое поведение. Ну, скажем, исследовательское поведение. В тот момент, когда мы действительно собираем некую новую информацию, мы еще не знаем, как мы ее будем использовать. Но то, что в мозг идет какой-то новый поток, поток сигналов, это замечательно, и мы на этом фоне испытываем положительные эмоции. И на самых разных уровнях нашего мозга находятся центры, связанные с исследовательским поведением. Например, в среднем мозге есть нейроны, которые реализуют так называемый ориентировочный рефлекс. В субталамусе есть нервные клетки, которые отвечают за поисковое поведение, исследование окружающей территории. Ну, а скажем, в коре больших полушарий есть нервные клетки, которые регулируют манипуляции с предметами, то есть исследование неких объектов, стремление раскрутить, разломать, посмотреть, что внутри и собрать эту новую информацию. В каждый момент времени только одна потребность может повести за собой поведение, реакции нашего мозга. Такую потребность называется доминирующей потребностью, и состояние реализации этой потребности, превращение ее в поведение называют доминантой. И вот тот момент, когда потребность запускает некие реакции, ну, собственно, организм начинает шевелить руками, ногами, двигаться к выбранной цели, и в конце концов, этой цели либо достигает, либо не достигает. И если все получилось хорошо, и мы удовлетворили, скажем, пищевую потребность и поели, то центры голода начинают работать менее активно, а на уровне психических процессов мы ощущаем положительные эмоции. И вот значение этого состояния нейросетей, вот этих положительных эмоций, оно состоит в том, что на фоне этого состояния кора больших полушарий запоминает те программы, которые привели к успеху. А если мы, например, бегали-бегали и так и не поели, то потребность продолжает нарастать, субъективно мы ощущаем это как отрицательные эмоции, и на фоне этих отрицательных эмоций кора больших полушарий подтормаживает те программы, которые оказались неудачными. Поэтому в итоге получается, что сфера потребностей и эмоций очень тесно связана с процессами обучения и формирования памяти. Наш мозг — это арена постоянной конкуренции центров сна и бодрствования, и каждая команда хотела бы перетянуть одеяло на себя и привести нас в некое очень активное состояние или наоборот состояние, когда мы спим и отдыхаем. Это правильная логика, и она применима к очень разным сторонам нашей психической активности. У нас в мозге постоянно конкурируют центры положительных и отрицательных эмоций, или глобально у нас постоянно конкурируют возбуждающие тормозные нейроны. Подобная конкуренция позволяет выводить организм в некий оптимальный режим в зависимости от различных условий внешней среды и в зависимости от неких процессов, которые еще внутри организма творятся. Центральное место в комплексе структур, связанных со сном и бодрствованием, занимает ретикулярная формация. Это ядра, которые находятся в самой срединной, или, говорят, медиальной зоне продолговатого мозга и моста, и главным центром бодрствования являются ретикулярные ядра моста. Здесь расположены нервные клетки, которые воспринимают самые разные информационные потоки, а дальше их аксоны очень широко расходятся по ЦНС и задают тонус. В свое время, когда их описывали, открывали в середине XX века, их назвали сначала неспецифическими, потому что были удивлены, что это за такие клетки, которые реагируют буквально на все — на зрительные сигналы, на слуховые сигналы, на эмоции, на мышление, на движение, неспецифические. А потом оказалось, что они вполне себе специфические, просто функция у них такая. Они являются интегратором всех информационных потоков, оценивают общий уровень сенсорных воздействий на организм, и дальше задают тонус. Благодаря такой организации данного центра мы просыпаемся от любого сенсорного сигнала, и вообще наша активность зависит от сенсорного входа. Мы просыпаемся, неважно, зазвонил будильник, потрясливость за плечо или яркий свет, пошла активация, ретикулярные ядра моста заработали, и тонус поднимается. Соответственно, если вы хотите проснуться с утра, то, стало быть, свет поярче, музыку погромче, еще можно съесть что-нибудь такое бодрящее, ложку горчицы хватануть, и тогда все это заработает в более яркой форме. А вечером, наоборот, когда вы хотите благополучно отойти ко сну, полезно постепенно понижать сенсорный поток в вашем доме, тушить свет, не сидеть перед ярким экраном монитора и все такое прочее. Это достаточно общеизвестные факты. Это главный центр бодрствования. Его постоянным оппонентом и конкурентом является главный центр сна, который расположен в среднем мозге. Это центральное серое вещество среднего мозга. В среднем мозге проходит узкий канал, соединяющий третьи и четвертые желудочки, он называется мозговой водопровод, и вокруг него продолжение ретикулярной формации продолговатого мозга и моста, которое названо ЦСВ — центральное серое вещество среднего мозга. Там находятся нейроны, которые занимаются очень разными функциями, например, контролем боли, эмоциональным контролем. В том числе есть клетки, которые генерируют сонное состояние. При этом центральное серое вещество является зоной высокого порядка, и для того, чтобы это сонное состояние распространилось по мозгу, центральное серое вещество использует ядра шва. Ядра шва — это скопление серотониновых нейронов, которые идут вдоль всех стволовых структур головного мозга, и получается, что сначала срабатывает центральное серое вещество, потом ядра шва, в мозге становится больше серотонина в самых разных структурах, например, в таламусе, в коре больших полушарий, где основные сенсорные потоки, и постепенно развивается сонное состояние. Для сна очень важно убрать лишние информационные потоки. При этом серотонин зачастую работает как основной запускающий фактор, но дальше эстафету подхватывают гамм-к нейроны, то есть нейроны, которые вырабатывают в качестве медиатора гамма-аминомасляную кислоту, и они уже могут активно блокировать зрительные сигналы, слуховые сигналы. Здесь огромную роль играют ядра таламуса, то есть в центральной части таламуса есть нейроны, которые вполне так специально блокируют сенсорные потоки при нашем засыпании. В том числе главный центр сна конкурирует с главными центрами бодрствования, и, стало быть, ядра шва довольно активно подтормаживают ретикулярные ядра моста. А главные центры бодрствования должны как-то нанести ответный удар, но при этом сами они в качестве медиатора используют глутаминовую кислоту, то есть возбуждающий медиатор, поэтому нужно какое-то тормозное переключение. И вот тут на помощь ретикулярным ядрам моста приходит голубое пятно. Это тоже очень известная структура, она находится в передней верхней части моста, и нейроны голубого пятна в качестве медиатора используют норадреналин. Но голубое пятно действительно имеет слегка голубоватую окраску, там несколько миллионов нервных клеток, что для мозга совсем немного, их аксоны очень широко расходятся по всей ЦНС, и в каких-то зонах ЦНС норадреналин оказывает возбуждающее действие, в каких-то тормозное. И в том числе норадреналин подтормаживает центральное серое вещество среднего мозга. Соответственно, дополнительная активация голубого пятна приводит к тому, что баланс смещается в сторону бодрствования. Ну а голубое пятно, в свою очередь, прежде всего связано с эмоциями, потенциальной опасностью, стрессом. Поэтому, когда мы нервничаем и чего-то ждем, то, соответственно, нам не спится, засыпание ухудшается. Ну скажем, у вас завтра ответственный экзамен или свидание какое-то, или вы на самолете летите, а вы боитесь летать на самолете. Вот в этой ситуации голубое пятно будет вас бодрить, и порой это совершенно ни к чему. Дальше на комплексы этих структур огромное влияние оказывают так называемые супрахиазмные ядра переднего гипоталамуса. Это наша древняя такая зрительная структура, которая очень рано в ходе эволюции появляется. То есть, в принципе, что-то вроде этого существует уже у ланцетника, то есть у нашего такого рыбкообразного предка, но на самом деле ланцетник не рыбка, а вообще бесчерепное, и у него из всей нервной системы только нервная трубка и глаз тоже нет, но есть уже отдельные светочувствительные клетки по поверхности этой нервной трубки. Ланцетник полупрозрачный и, соответственно, эти светочувствительные клетки могут реагировать на общий уровень освещенности. И ланцетнику это важно для того, чтобы, если его выкопали из песка, он бы это почувствовал, светло стало, и закопался песок обратно. И вот этот механизм дальше используется для оценки общего уровня освещенности у более продвинутых позвоночных, в том числе у нас. Поэтому в супрахиазменных ядрах мы обнаруживаем нервные клетки, которые являются нашими биологическими часами, тем центром, который отслеживает суточные ритмы освещенности. И внутри супрахиазменных ядер мы обнаруживаем нервные клетки, которые активны днем, и нервные клетки, которые активны ночью. То есть те, которые активны днем, посылают свои сигналы на главные центры бодрствования, те, которые активны ночью, посылают сигналы на центры сна. И в итоге подсказывают, наступает ночь, пора засыпать, или уже день, пора просыпаться. Эта система действует достаточно мягко и ненавязчиво, но если мы резко меняем часовой пояс, скажем, на 6 часов, на 8, сел самолет и перелетел куда-нибудь, в Петропавловск-Камчатский, вот там это, конечно, заметно, биологические часы действительно есть и некоторое время вам тяжело живется в другой части земного шара и нужна неделя, а то и две для того, чтобы биологические часы перевели стрелки. А так вообще они очень аккуратно работают, и вообще вся эта система аккуратно работает, потому что засыпание по самой биологической логике не должно быть таким быстрым процессом. Вы должны понимать, где вы уснули, вы должны уснуть в безопасном месте. То есть обезьяна, которая внезапно уснула в неподходящем месте пространства, ее к утру просто съедят. Поэтому засыпание — процесс неспешный, довольно осмысленный, а вот просыпаться порой нам нужно действительно очень бодро, чтобы тут же какие-то реакции предпринимать. Это уж как получится. Есть супрахиазминые ядра, это центры, которые ведут биологические ритмы, но и еще можно назвать так называемый вспомогательный центр сна, который расположен в продолговатом мозге. Это тоже нейроны, относящиеся к ретикулярной формации, и эти нервные клетки в основном настроены на внутреннюю среду нашего организма. Например, мы долго что-то делали, и в крови появилось много отходов обмена веществ. Или, например, мы поели, и в крови появилось много глюкозы. Или мы заболели, и в крови токсины появились, связанные с бактериями. Все эти факторы активируют ретикулярные ядра продолговатого мозга, а от них сигнал уходит на центральное серое вещество, и у нас развивается более сонное состояние, то есть идет сдвиг этого баланса. С точки зрения ретикулярных ядер продолговатого мозга, если мы поели, и в крови стала подниматься концентрация глюкозы, то можно ложиться спать, отдыхать, то есть цель жизни вполне достигнута. Или после физической нагрузки надо отдыхать, или, например, опять же, если у вас какое-то инфекционное заболевание, нечего бегать-прыгать, надо ложиться, спать или, по крайней мере, не очень активно двигаться для того, чтобы иммунная система могла сосредоточиться на борьбе с возбудителем. В целом получается достаточно гибкая и не очень сложная система. По сравнению с двигательными центрами мозга или с центрами памяти система сон-бодрствования устроена гораздо проще. Но даже глядя на эту систему, мы видим, что она много чего умеет. То есть она может оценивать уровень сенсорной нагрузки, который идет из внешней среды, может откликаться на состояние внутренней среды организма, может реагировать на суточные ритмы, реагировать на стресс. В итоге получается система, которая включена в большой комплекс общих адаптивных реакций нашего организма, связанных с внешней средой. На самом деле ситуация гораздо сложнее и интереснее, потому что внутри того же сна существуют отдельные фазы. С помощью электроэнцефалограммы в свое время эти фазы были выделены и примерно 50% времени сна, если мы смотрим на электроэнцефалограмму, мы видим не очень глубокий сон, а остальные 50% примерно поровну распределены между медленноволновым сном и парадоксальным сном. Парадоксальный сон — это отдельная сущность и отдельное состояние нашего мозга, потому что сон — это физиологический отдых. Нервные клетки восстанавливают запасы энергии, восстанавливают свои липидные мембраны, восстанавливают белковый обмен, и все это очень понятно и нужно. Но парадоксальный сон — это очень активное состояние мозга. Само название парадоксальный связано с тем, что в этот момент на электроэнцефалограмме пишется активность, как будто мозг чем-то очень серьезно занимается и очень многие нервные клетки вовлечены в эти процессы, а разбудить человека в этот момент сложнее. То есть порог пробуждения выше, а мозг как будто бодрствует. Вот парадокс. Сейчас по современным представлениям парадоксальный сон — это очень отдельная фаза, во время которой мозг разгребает залежи информации, накупленные за текущий день или за последний месяц, а иногда и за всю жизнь, и перелопачивает эту информацию. Видимо устанавливает какие-то более короткие оптимальные нервные связи, видимо что-то стирает. Кроме того, именно на этой фазе, судя по всему, происходит перезапись кратковременной памяти в долговременную, то есть информация, которая была в гиппокампе, в этот момент особенно эффективно, интенсивно отражается на нейронных цепочках новой коры, и происходят всякие долговременные модификации синапса. Структурой, которая связана с запуском парадоксального сна, является все то же голубое пятно, а электроэнцефалограмма позволяет нам увидеть, что действительно наступила эта фаза. Кроме того, на фазе парадоксального сна идет быстрое движение глаз, и это тоже позволяет данное состояние идентифицировать. А так все-таки самое-самое главное назначение сна — это физиологический отдых, и на электроэнцефалограмме в этот момент идут дельта-волны. Запись ЭЭГ оказывается очень хорошим источником информации о структуре сна, и это одно из больших достоинств электроэнцефалограммы. Потому что в свое время, когда электроэнцефалограмму открыли, а это случилось еще в 30-е годы прошлого века, была такая эйфория, вот сейчас глядя на эти волны мы увидим, о чем мозг думает, мозги буквально шевелятся. Сейчас мы знаем, что эти волны — это результат суммирования электрической активности миллионов нервных клеток, и вытащить информацию из электроэнцефалограммы крайне сложно. Но, по крайней мере, в случае изучения сна электроэнцефалограмма оказывается очень полезным и информативным методом. Все начинается с условных рефлексов на комплексные стимулы. Эти рефлексы изучались еще в Павловской лаборатории, и в ходе опытов собаке предъявлялся не просто звонок и не просто лампочка включалась, а одновременно был зрительный сигнал и слуховой сигнал. Например, собака должна была нажать лапой на педаль, если включалась лампочка и звучал звонок. А если включалась только лампочка или включался только звонок, она, конечно, могла нажимать лапой на педаль, но еду не получала. То есть реагируешь на комплекс — получи еду и немножко положительных эмоций. Реагируешь на элементы комплекса — ничего не получишь. Эти три ситуации — звонок плюс лампочка, только лампочка, только звонок — в ходе эксперимента чередовались. Оказалось, что собачий мозг с трудом эту задачу решает. Где-то после сотни разнообразных предъявлений собака исправно жмет лапой на педаль, когда звонок плюс лампочка, и не жмет, когда только лампочка и только звонок. Что это означает? Это означает, что у собаки в мозге где-то есть нервные клетки, которые способны одновременно работать и со зрительными сигналами, и со слуховыми сигналами, и устанавливать новые каналы для передачи информации, которые запускают какую-то двигательную реакцию. Существование таких нейронов — это, конечно, очень высокий уровень деятельности мозга, потому что работать только со зрительным сигналом или только со слуховым — это гораздо проще, а работать с разными сенсорными системами, да еще и в рамках процессов обучения — это, конечно, очень возвышенное свойство нервной системы. Если изучать, например, эволюцию и способность животных разного уровня филогенеза реагировать на эти комплексные стимулы, то окажется, что для ежика это вообще нерешаемая задача. Крыса решает ее только если один из стимулов — это соприкосновение, а второй тогда может быть звонком или лампочкой, а вот зрительно-слуховой комплекс крысиный мозг не может решать. Собака, кошка, лошадь могут, а для обезьяны это вообще пустяковая задача, и обезьяний мозг способен легко формировать комплекс на пять разных сенсорных сигналов — звуковой, обонятельный, вкусовой. То есть наш обезьяний мозг к этому очень здорово приспособлен. Следующий вопрос, а в каком месте находятся эти самые нервные клетки? Павлов подозревал, а мы теперь точно знаем, что эти нервные клетки находятся в ассоциативной теменной коре. Наша теменная доля больших полушарий содержит зону кожной чувствительности, но она находится в передней части теменной доли, а вот задняя часть теменной доли — это ассоциативные нейроны, которые способны работать с разными сенсорными системами. Эти нейроны, их деятельность лежит в основе формирования условных рефлексов на комплексный стимул и также в основе формирования наших речевых способностей и способностей реагировать на слова. Когда мы запоминаем слова, эти нервные клетки — нейроны ассоциативной теменной коры связывают сигналы от разных сенсорных систем. Скажем, я вижу мозг, вижу зрительный сигнал, и я говорю слово «мозг», и вот зрительный и слуховой сигнал где-то должны соединиться, должна произойти модификация синапсов, и таким местом действительно является задняя часть теменной доли. У ребенка, когда мы учим его словам, там идет формирование соответствующих информационных каналов, и когда мы маленького детеныша человеческого знакомим с этим миром слов, мы поступаем похожим образом, так как Павлов поступал с собакой, вырабатывая условный рефлекс на комплексный стимул. Скажем, мы показываем ему какую-нибудь игрушку, зайчика плюшевого, и говорим слово «зайчик», причем показываем поближе, чтобы разглядел, и говорим так почетче, потому что слуховая система работает еще не очень хорошо. В итоге возникают нейроны, которые связывают эти информационные потоки. При этом, как для всякого вида обучения, очень важна положительная эмоция. Эта положительная эмоция создается в случае человеческого обучения новизной, наш мозг очень любопытен, и новая информация для нас — особый, замечательный источник позитива. Симонов в свое время отнес исследовательское поведение к программам саморазвития, которые лежат в основе выработки и речевых наших способностей. Конечно, история выучивания слов не очень проста. Сегодня вы показали ребенку серого плюшевого зайчика, завтра пластмассового-оранжевого, послезавтра картинку в книжке, и все это оказывается зайчики. Маленький мозг в этом смысле очень покладист, зайчики значит зайчики. Но в затылочной и зрительной коре, обрабатывая эти сигналы, по ходу обработки этих сигналов, специальные нервные клетки выделяют во всех этих зайчиках что-то общее, как правило, два уха. Мы обобщаем образ зайчика этими двумя ушами и обобщаем до такой степени, что «покажи, так, уже зайчик». Примерно ту же проблему решает слуховая кора, потому что слово можно сказать по-разному — громко, тихо, высоким голосом, низким голосом, и есть нейроны в слуховой коре, которые занимаются слуховым обобщением, и особая зона, она называется зона верники, узнает слова на слух. Дальше все это сходится в ассоциативной теменной коре, и этих центров в нашем мозге возникает не просто сотни, а тысячи и многие тысячи. Примерно к двум годам можно увидеть, что ребенок узнает порядка 500 слов, к трем годам — две и более тысячи слов. В итоге к тем же трем годам в мозге формируется речевой слепок окружающего мира. Нейропсихологи называют это речевой моделью внешнего мира. Все существенное, что окружает ребенка, в этот момент уже прописано в ассоциативной теменной коре. Основные объекты, действия, признаки. Ребенок очень активно формирует эту речевую модель, и если он не знает какое-то слово, он может вас взять за руку, подвести и сказать, что это как называется, потому что непорядок — штука есть, а слова нет. Идет заполнение этой речевой модели, и внутри речевой модели отдельные речевые центры связаны друг с другом. Они связаны либо по принципу ассоциаций, то есть одновременности, скажем, зайчик серенький, прыгает, ест морковку, а морковка оранжевая, растет у бабушки на огороде и содержит каротин. Второй принцип — это принцип речевого обобщения. Помимо зрительного и слухового обобщения наш мозг способен создавать, генерировать такие слова, которые обобщают слова более низкого уровня. Ну, скажем, зайчик, мячик, кубики, кукла, игрушки. А, скажем, игрушки, одежда, мебель — это предметы. А там, скажем, предметы, дома, люди — это объекты окружающей среды. Ну и так еще немного, и мы дойдем до таких абстрактных философских понятий, математических, физических. То есть вот это речевое обобщение — очень важное свойство нашей ассоциативной теменной коры, и оно, вдобавок, многоуровневое, и позволяет эту самую речевую модель внешнего мира сформировать как целостность. То есть в какой-то момент оказывается, что нервные импульсы способны очень активно двигаться по этой речевой модели, и вот это движение мы и называем гордым словом мышления. Ну и речевая модель — от нее очень много пользы. Во-первых, мы можем просто гонять сигнал по этой самой речевой модели и, например, вспоминать приятные события, и практически на пустом месте испытывать положительные эмоции. Но при этом желательно гонять импульсы именно там, где положительные эмоции, а не там, где отрицательные. То есть не нужно вспоминать плохие события, так и до невроза недалеко. Давайте лучше думать о позитиве. Или мы, например, можем за счет движения импульсов по этой сети формировать какие-то новые обобщения, новые связи. То есть по существу получать новую информацию за счет мышления. И так же, как наш мозг радуется, когда мы узнаем название какого-то нового объекта, он точно так же радуется и генерирует, скажем, дофамин в тот момент, когда что-то там внутри речевой модели происходит. И радость от творчества или радость от того, что вы решили математическую задачу или просто удачно срифмовали два слова — это радость, которая возникает в этой самой ассоциативной теменной коре. Но, видимо, все-таки самое главное ее назначение — это прогноз успеха будущей деятельности. То есть недаром это называется речевая модель. Что такое модель? Это когда некая довольно простая конструкция отображает существенные свойства чего-то сложного. Скажем, глобус — модель Земли. Понятно, что глобус — это не Земля, но он круглый, он крутится, на нем видны материки и океаны. Вот наша речевая модель по сравнению со сложным миром вокруг нас — это, конечно, упрощение. Но, тем не менее, с ее помощью мы способны спрогнозировать успех нашего поведения. То есть мы вносим в нее исходные данные, а что будет, если… И дальше эта модель, просчитав, выдает результат. Скажем, обязательно нужно так сделать или не делать так ни в коем случае. Причем эта модель работает в очень быстром режиме, мы называем это интуицией. Но если мы хотим понять, почему все-таки мы пришли вот к такому заключению, тут нужно по этой модели пошагово пройтись от одного центра к другому. Ну, лучше всего написать или поговорить с кем-то. Призыв психологов, давай поговорим об этом, он как раз относится к предложению пошагово прозвонить, протестировать речевую модель и понять, а в каком месте происходит тот или иной сбой. Но все-таки неассоциативная теменная кора является главным центром нашего мозга. То есть думать, мечтать о чем-то мы можем сколько угодно, важно, а что мы конкретно сделаем. И вот за эту функцию отвечает другая зона коры больших полушарий — ассоциативная лобная кора. Она является главным центром воли инициативы и она выбирает и запускает поведенческие программы. Ассоциативная лобная кора или еще говорят премоторная кора занимает самую переднюю часть лобной доли. В задней части находится двигательная кора, а вот принятие решений и выбор поведенческой программы происходит вот здесь, в самой передней области лобных долей. Первое, что делает ассоциативная лобная кора — это выбирает доминанту, то есть самую актуальную на данный момент потребность. И здесь ей помогает, прежде всего, миндалина — это структура, которая находится в глубине височных долей мозга. Миндалина воспринимают информацию от центров других потребностей и более плотным потоком направляют в ассоциативную лобную кору. Ассоциативная лобная кора должна решить, что здесь и сейчас нам больше всего хочется есть, и мы будем направлять поведение на удовлетворение пищевой потребности. На втором этапе она учитывает результаты работы сенсорных систем. Мы поняли, что хотим есть, и теперь начинаем анализировать зрительные сигналы, обонятельные, слуховые, нет ли где какой-то еды. При этом еще учитываются результаты мышления, если, конечно, ассоциативная теменная кора успеет, потому что она довольно долго думает. И иногда мы действуем по каким-то совсем рефлекторным принципам, почти не подключая результаты работы речевой модели внешнего мира. На третьем этапе, когда уже понятно, на какие объекты направляют поведение, ассоциативная лобная кора учитывает опыт предыдущей реализации тех или иных поведенческих программ. То есть насколько конкретно действие, попытка сварить мамную кашу, точно приведет к успеху, потому что за каждой поведенческой программой есть опыт ее реализации, сколько раз мы реализовали это поведение, то есть сколько раз повторялся некий комплекс условных рефлексов, если использовать павловскую терминологию, и в каком проценте случаев был успех или наоборот была неудача. Потому что успех — это положительные эмоции и укрепление соответствующих синапсов, а неудача — это торможение, ослабление соответствующих синапсов. В итоге хорошо работающая ассоциативная лобная кора выбирает программу, которая с наибольшей вероятностью приведет к успеху, к удовлетворению доминирующей потребности. Если ассоциативная лобная кора повреждается, то качество выбора падает, а при серьезных повреждениях вообще выбор поведенческих программ может прекратиться. И известна такая жутковатая операция под названием лоботомия, которая делалась в середине XX века, когда действительно больной психиатрической клиники превращался в такое безвольное существо именно из-за повреждения белого вещества, которое находится под ассоциативной лобной корой. Наконец, есть еще третья ассоциативная зона нашего мозга. Она называется поясная извилина и находится на внутренней поверхности больших полушарий. Эта зона помогает ассоциативной лобной коре тогда, когда мы реализуем длинные программы и позволяет оценить успех или неудачу очередного этапа этой поведенческой программы. Потому что, в отличие от животных, мы часто строим длинные планы. Скажем, посадил картошку, когда эта картошка еще вырастет, только осенью вы сможете ее есть. Ее нужно поливать, окучивать, давить колорадских жучков. Как удержаться внутри этой длинной программы? Здесь помогает поясная извилина. Каждый раз, когда удачно проходит очередной этап программы, она генерирует положительные эмоции, а лобная кора узнает, что да, программу стоит продолжать. А если какой-то этап пошел не очень хорошо, то поясная извилина генерирует отрицательные эмоции, а главный командир лобная кора должна обдумать ситуацию, стоит ли продолжать такую программу или стоит ее изменить или вообще от нее отказаться. Одна из важнейших функций, которые выполняет наш мозг, — это управление движениями. Двигательных центров мозга очень много, если сложить их всех вместе, получится примерно столько же, сколько все сенсорные системы вместе взятые. То есть наше движение — это не что-то похожее на зрение или на слух, это вместе и зрение, и слух, и кожная чувствительность, и обоняние, и вкус. Плюс, если все это просуммировать, получится объем примерно равный суммарному объему мозжечка, базальных ганглиев и других структур, которые управляют движениями. Движение — это мышечное сокращение. Если начинать с самого простого, то понятно, что нужно несколько слов сказать о мотонейронах. Мотонейроны — это особые нервные клетки, которые работают с поперечно-полосатыми мышечными клетками и запускают их сокращение за счет выделения ацетилхолина. Львиная доля мотонейронов находится в сером веществе спинного мозга, в его передних рогах, и аксоны направляются к мышцам наших, конечностей нашего туловища. Кроме того, много мотонейронов находится в головном мозге, и через черепные нервы они дотягиваются до мышц нашей головы — гемических мышц, глазодвигательных мышц, мышц языка и т.д. Аксон мотонейрона обычно ветвится, и в итоге один мотонейрон управляет несколькими мышечными клетками. Совокупность мышечных клеток, которые управляются одним мотонейроном, называется двигательной единицей. Разные наши мышцы так организованы, что двигательная единица может иметь разную величину. И чем тоньше движение, чем тоньше должно быть управление мышцей, тем меньше двигательной единицы. Наиболее тонкие движения выполняют наши глазодвигательные мышцы. В состав двигательной единицы входит всего 5-10 мышечных клеток, т.е. один мотонейрон работает с очень небольшим количеством сократительных единиц. Если мы говорим, например, о пальцах или о мимических мышцах, там один мотонейрон управляет несколькими десятками мышечных клеток. Бицепсы, трицепсы, мышцы конечностей — там один мотонейрон — командир для сотен мышечных клеток. И, наконец, самые грубые движения выполняют мышцы нашего туловища — это мышцы спины, брюшной пресс. Там один мотонейрон командует тысячами мышечных клеток. Соответственно, получается, что каких-то тонких движений совершать мышцами спины невозможно. Дальше, если мы начинаем смотреть, кто управляет мотонейронами, то оказывается, что есть много центров и внутри спинного мозга, и внутри головного мозга, которые посылают команды непосредственно к этим клеткам или к тем нейронам серого вещества спинного мозга, которые окружают мотонейроны. И самые разные типы движений задействуют один и тот же мотонейрон. То есть специфика организации наших двигательных систем такова, что одно и то же мышечное сокращение может быть включено в состав самых разных движений. Движения, которые мы выполняем, делятся на четыре больших типа. Это движения рефлекторные, движения локомоторные, движения произвольные и движения автоматизированные. Дальше я несколько слов скажу о каждом из этих типов движений. Рефлекторные движения от слова «рефлекс», реакция на какой-то стимул, возникают как ответ на некое сенсорное раздражение. В распоряжении мозга имеются цепочки нервных клеток, которые срабатывают, если сенсорный нейрон выдал электрический импульс. Рефлекторные дуги бывают врожденные, или мы обучаемся реализовать тот или иной рефлекс. В любом случае запускающим фактором является сенсорный сигнал. Сигнал есть — есть рефлекс, нет сигнала — сидим, ничего не делаем. Все знают примеры основных врожденных двигательных рефлексов. Рефлекс отдергивания от источника боли или коленный рефлекс. Тут еще важно осознавать, каков биологический смысл этих рефлексов, потому что если рефлексы врожденные, значит, эволюция их зачем-то сформировала. В случае рефлекса отдергивания от источника боли смысл очевиден. Мы избегаем повреждения нашей кожной поверхности или каких-то более глубоких структур. А в случае, например, коленного рефлекса здесь не очень понятно, а зачем эта штука. Коленный рефлекс — это ситуация, когда идет легкий, но резкий удар по сухожилию четырехглавой мышцы бедра, то есть под коленную чашечку, и в ответ на этот удар четырехглавая мышца бедра сокращается, коленка распрямляется и ваша нога идет вперед. Как рефлекс это выглядит забавно, но не очень понятно, действительно, зачем он существует. На самом деле рефлексы вроде коленного, они называются миотоотические, они нужны для, прежде всего, поддержания позы. Миотоотические рефлексы возникают тогда, когда на мышцу поступает некая дополнительная нагрузка. Они представляют собой упрямство на мышечном уровне. Представьте себе, что вы стоите на палубе корабля или посреди вагона метро, и вдруг этот вагон начинает тормозить. В тот момент, когда начинается торможение, идет перераспределение нагрузки на ваши ноги, и нога с той стороны, куда вы начали заваливаться, ее сухожилия сильнее растягиваются, ее мышцы сильнее растягиваются. В ответ на это растяжение включаются дуги, похожие на дуги коленного рефлекса. Мышца сильнее напрягается, и в итоге тело в целом пытается сохранить позу. Еще известным примером рефлекса является реакция захвата пальца младенца. Если вы прикасаетесь к его ладошке, он хватается за ваш палец. Это древний рефлекс, который позволял обезьянам-детенышам держаться на маминой шерсти. И сейчас обезьяне-детеныши это делают, а человеческие женщины уже давно не покрыты толстым волосяным покровом. Но рефлекс остался. Это вроде такого рудимента физиологического, который показывает, откуда пошел наш биологический вид. Еще всем известны такие рефлексы, как зевание, икание, кашель. У каждого из них есть свой биологический смысл. Когда мы кашляем, мы освобождаем наши дыхательные пути от каких-то посторонних предметов. Икание нужно для того, чтобы выгнать из желудка лишний, попавший туда воздух. Интересно, эти рефлекторные дуги имеют длинную эволюционную историю. Икание — это рефлекс, который, судя по всему, достался нам от амфибий. То есть в тот момент, когда головастик, который раньше дышал жабрами, выращивает легкие, ему нужен подобный рефлекс. Потому что в это время головастик одновременно дышит и легкими, и жабрами. И в тот момент, когда он погрелся на солнышке и ныряет воду, ему нужно закрывать легкие и переходить на дыхание жабрами. Так вот, собственно, в чем состоит икание? Вы начинаете вдох, а потом резко закрываете голосовую щель. И вот этот звук, который при икании раздается — это знак закрытия нашей гортани. Соответственно, это нужно головастику для того, чтобы вода не попала в развивающиеся легкие. А дальше нейронные контуры переходят к другим позвоночным и начинают использоваться для того, чтобы пищеварительная система правильно и хорошо функционировала. Например, зевание до сих пор остается достаточно загадочным рефлексом, потому что существует несколько объяснений, зачем мы зеваем. Есть идея о том, что мы зеваем для того, чтобы охладить мозг, потому что идет интенсивная вентиляция различных полостей внутри головы. Есть идея о том, что усиливается в этот момент кровоток. Есть идея о том, что при зевании стимуляция мимических мышц дает активационный поток в мозг, и от этого мы пробуждаемся. Наконец, зевание у обезьян используется еще и как вид коммуникации. То есть при зевании доминирующий самец показывает клыки и вообще говорит «я тебя не боюсь, мне вообще скучно в твоем присутствии». Все эти факторы, видимо, сосуществуют и объясняют присутствие зевательного рефлекса в нашем поведении. Второй тип движений называется локомоция. Локомоция — это перемещение в пространстве. В эту категорию попадают движения, связанные с ритмичным сгибанием и разгибанием конечностей, которые позволяют плавать, ходить, бегать, и это отдельные программы, во многом врожденно заданные, но не рефлексы. В случае локомоции в основном движение и двигательная программа циркулируют по некому замкнутому контуру. Мы четвероногие существа, у нас этот контур включает центры двух передних конечностей и двух задних конечностей. Внутри каждой конечности есть мышцы сгибателей и разгибателей, скажем, бицепс, трицепс или грудные мышцы, дельтовидная мышца плеча. Эти мышцы должны ритмично, попеременно работать, поэтому для организации локомоции необходим ритм внутри каждой конечности и существуют специальные нейронные контуры, которые этот ритм обеспечивают. Отдельная конечность — это только первый уровень. Дальше для того, чтобы мы эффективно ходили или бегали, нужно скоординировать движение всех четырех конечностей. Самый простой способ локомоции или, говорят, аллюр — это шаг. Если посмотреть, как мы шагаем, мы видим, что, как правило, шаг начинается с одной из задних конечностей, у человека стало быть с одной из ног, скажем, с правой ноги. Потом в движение приходит рука с той же стороны, потом диагональная нога, потом нога с той же стороны, и дальше возбуждение внутри спинного мозга движется по восьмерке. И вот этот контур восьмерки врожденно-заданно. Это не рефлекс, но, тем не менее, действительно такая эволюционно обусловленная программа, которая позволяет нам поочередно перетаскивать вперед каждую конечность и перемещаться в пространстве. Естественно, эта программа досталась нам от четвероногих предков, и именно поэтому мы машем руками, когда ходим. Когда-то это движение передних конечностей имело вполне конкретный физиологический смысл, а сейчас это что-то вроде рудимента. Толку от этого движения рук особого нет, но мозгу проще махать руками, чем не махать, потому что если вы будете не махать, то вам на это придется тратить отдельные нервные силы. Но шаг — это только первая скорость нашего организма. Есть еще вторая скорость и третья скорость. Вторая скорость называется «рысь», когда уже одновременно работает одна передняя и одна задняя конечность по диагонали, и этим аллюром мы бегаем. Или, например, солдат ходит с троевым шагом. То есть в этот момент уже одновременно срабатывают две конечности, поэтому движение оказывается более быстрым. И, наконец, третья скорость — аллюр, который называется галоп. Он не характерен для человека, потому что, бегая на двух ногах, мы сложно на этот галоп переходим. Кенгуру это хорошо делают. А так при галопе одновременно срабатывают две передних и две задних конечности попеременно, и плюс к этому присоединяется очень мощное разгибание спины. В итоге галоп оказывается очень быстрым, очень мощным аллюром. И немного жалко, что мы потеряли способность именно так галопировать, потому что если бы мы продолжали пользоваться всеми четырьмя конечностями для бега, наша скорость была бы километров 60-70, то есть при рысе мы не можем такую скорость развивать. А так, представляете, надел шлем, вышел на шоссе и вперед на работу. И никакие бы автомобили, может быть, не понадобились. Но, к сожалению, мы встали на две лапы, передние используем для того, чтобы работать с орудиями труда. И третья скорость недоступна для нас, хотя дети пробуют галопировать. Кстати, китообразные, когда плывут, это ведь тоже галоп. То есть рыба, когда плывет, она изгибается в вертикальной плоскости. Это древний вариант локомоции с использованием только туловища. А вот китообразные — это галоп, и функцию задних конечностей уже выполняет огромный мощный хвостовой плавник. Третий тип движений — это произвольные движения. движения, которые генерирует кора больших полушарий. Внутри коры больших полушарий есть лобная доля, которая отвечает за выбор и запуск поведенческой программы. Выбором поведенческой программы занимается передняя часть лобной доли, так называемая префронтальная кора. А дальше, когда программа уже выбрана, она передается на моторную кору, на зоны, которые Бродман в свое время обозначил цифрами 4 и 6. Главную роль выполняет четвертая зона — моторная кора, где находится мышечная карта нашей поверхности. Нервные клетки, которые там расположены, непосредственно посылают свои аксоны к мотонейронам спинного мозга. Особенно быстрая передача характерна для тонкой моторики пальцев. Произвольные движения хороши тем, что это новые движения, которые могут реализоваться в новых условиях. Но произвольное движение отнимает у коры больших полушарий слишком много ресурсов, и мы на этих движениях порой чрезмерно концентрируемся. Поэтому эволюция придумала четвертый тип движений, который формируется тогда, когда идет повтор произвольных движений. При повторе произвольных движений мозжечок и базальные ганглии запоминают параметры этих движений и начинают сначала помогать коре больших полушарий, а потом ее и подменяют. Это автоматизированные движения, самые быстрые и самые точные движения, которые мы совершаем.